Присаживайтесь. Добрый день. Я приветствую всех на брифинге в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Я прошу прощения за то, что мы начинаем значительно позже заявленного времени, но было очень много вопросов, хотелось так фундаментально подготовиться. Итак, начинаем с графика министра иностранных дел России Сергея Лаврова. С 30 января по 1 февраля в Москве состоится первая в год российского председательства встреча «Шерпсу Шерп» стран БРИКС. В ее рамках предусмотрено выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии «Стратегическое партнерство БРИКС как опора многосторонности». На встрече будут представлены основные приоритеты российской вахты. В объединении мы ожидаем обстоятельный предметный обмен мнениями с нашими партнерами по всему спектру стоящих перед БРИКС задач в текущем году. Девизом российского года БРИКС станет укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Всего планируется провести более 200 мероприятий различного уровня, в которых примут участие свыше десятка российских городов. Российское председательство будет выстраивать свою работу в рамках БРИКС на основе консенсуса, естественно, преемственности. Продолжится взаимодействие по ключевым направлениям стратегического партнерства в области политики, безопасности, экономики, финансов, культуры, гуманитарных связей. Планируем уделить внимание наращиванию внешнеполитической координации прежде всего на ведущих международных площадках, взаимодействию по вопросам борьбы с терроризмом, отмыванием денег, коррупцией, угрозами в информационном пространстве и так далее. Особое значение придаем органичному подключению новых участников ко всем форматам сотрудничества БРИКС. И в исполнении решений 15-го саммита БРИКС предстоит выработать модальности новой категории государств-партнеров объединения. И переходим к актуальной международной повестке. Я хочу как раз начать с ответа на огромное количество вопросов, которые нам приходили последние месяцы относительно организации выборов президента Российской Федерации за рубежом. Я обещала, что мы ответим и отвечаю за свои слова. В настоящее время Министерство иностранных дел России осуществляет рассылку приглашений для участия иностранных представителей в качестве наблюдателей за выборами президента Российской Федерации в марте 2024 года. От имени министерства приглашаются представители СНГ, Шахайской организации сотрудничества. Одновременно МВД России оказывает содействие в подборе кандидатур и направлении приглашений наблюдателя, направляемом по линии Федерального собрания Российской Федерации. Это Государственная Дума, СССР, Центральная избирательная комиссия осуществляет приглашения наблюдателей самостоятельно. Речь идет о большинстве стран мира, включая недружественные. Список стран, которые выразили готовность направить наблюдателей, быстро растет. Практически каждый день в нем появляются новые страны. В представленном списке есть организации, приглашение которых на мониторинг наших выборов выглядело бы странным. Например, Русофобская парламентская ассамблея Совета Европы. Как известно, Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года ввиду дискриминационных решений этого объединения, которые ущемляют права нашей страны. Хотела бы отметить, что избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных. С учетом того, что в ряде стран участки будут также открываться за пределами столиц, местах компактного проживания наших сограждан, в том числе на крупных площадках российских экономических операторов, мы ожидаемо, естественно, организуем и там работу. Примерное количество участков сейчас мы рассчитываем, исходя из цифры 300. К сожалению, закрытие почти 30 наших загранучреждений по решению властей недружественных государств и существенное сокращение персонала в оставшихся посольствах вследствие высылок дипломатов под надуманными предлогами заметно снизило возможности образования дополнительных избирательных участков. Речь идет в первую очередь о странах Прибалтики, Молдавии, Германии, США, Чехии, Финляндии. По сравнению с предыдущими выборами в этих государствах количество участков будет меньше. Мы также отмечаем угрозы для избирателей в недружественных странах. Если даже в обычные дни не прекращаются регулярные провокации, незаконные подчас манифестации, которые организуются у наших дипломатических и консульских учреждений так называемыми активистами и, как они говорят, сочувствующими, то мы можем представить, что следует ожидать российским гражданам, которые придут проголосовать в наше посольство, в день выборов, когда градус антироссийской риторики явно будет выше обычного. Поэтому мы принимаем соответствующие меры по обеспечению безопасности избирательных участков, защите жизни и здоровья избирателей, членов избирательной комиссии. И, конечно, мы предупреждаем всех, кто захочет попытаться сорвать эту работу в виде экстремизма или еще каких-то незаконных действий об административной и уголовной ответственности за попытки нарушить нормальный ход выборов. Эта базовая информация будет дополняться нами. Мы будем регулярно вас информировать и об открытии избирательных участков, я имею в виду в точках, в выездных точках, и о времени работы. Будем размещать контактную информацию. В этой работе будут участвовать все наши загранучреждения. Информацию можно будет отслеживать через их сайты, через официальные аккаунты МИД России и наших загранучреждений в социальных сетях. Поэтому, как говорится, мы начинаем. Это будет всегда отдельная рубрика в наших брифингах. Будем информировать вас максимально полно и оперативно. Итак, украинский кризис. Следующая тема. Киевский режим не прекращает совершать кровавые террористические акты. К этому его, как вы видите, активно буквально подстрекает коллективный Запад, который безудержно накачивает ВСУ оружием, боеприпасами, направляет иностранных наемников, обучает украинских военных, ну и так далее, и так далее. 21 января украинские неонацисты нанесли прицельный ракетно-артиллерийский удар по рынку и магазинам в квартале «Текстильщик» Кировского района, Донецка. Этот обстрел оказался самым жестоким. За последние годы погибли 27 граждан. Ранено 25 человек, в том числе двое подростков. Еще одним чудовищным преступлением хунта Зеленского стала осуществленная 24 января преднамеренная террористическая атака на самолет Ил-76 военно-транспортной авиации России. Он был поражен выпущенными украинской стороной зенитными ракетами из Харьковской области. На его борту находились шесть членов экипажа, три сопровождающих российских офицера и 65 военнослужащих ВСУ. Их перевозили для заранее согласованного обмена. Все они погибли. В Киеве прекрасно знали об этом рейсе. Они также знали о его гуманитарной составляющей. Но все равно отдали приказ на уничтожение. Не менее циничной оказалась и реакция на Банковой. Там попытались сначала порадоваться и отчитаться перед своими гражданами об удачно проделанной работе. А потом начали все отрицать и прикладывать вину за случившееся на Россию. Совершая подобные злодеяния, киевский режим надеется подогреть затухающий интерес мировой общественности к украинскому кризису, побудить своих спонсоров не только сохранить, но и увеличить объемы финансовой помощи и оружейных поставок. Кто что контролирует на Банковой? Это огромный вопрос. Но вопрос этот следует задавать не по целям киевского режима, а тем, кто его создавал и кто сейчас его снабжает вооружениями. Хочется спросить у Вашингтона, Лондона, Брюсселя, коллективного, также Парижа индивидуально, Берлина и всех тех, кто ежедневно перекрикивает друг друга, говорит о поддержке так называемой молодой украинской демократии. Вы вообще понимаете, в чьи руки вы направляете тяжелые вооружения, снаряды, кстати говоря, с обедненным ураном? Вы вообще понимаете, кому вы даете миллиарды? Вы понимаете, что вы их уже мало контролируете, а то, что происходит у них там внутри, вы не контролируете вообще. Решительно осуждаем эти варварские преступления режима Зеленского, решительно осуждаем всех тех, кто сделал их возможными без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа, подобные террористические акты не осуществлялись. Еще раз призываем все ответственные правительства, международные структуры не оставаться в стороне, выступить с осуждением этих жестоких терактов. Да, я скажу, предельно, наверное, в этой ситуации реалистично. Для тех, кто считает себя цивилизованным или хочет к этому стремиться, это окно возможностей, и оно закрывается. Да, это звучит действительно цинично, но это так. Так, я напомню годы Второй мировой войны. Не все сразу перешли в ряды антифашистов. Многие поддерживали Третий рейх. Но постепенно у каждого была своя мотивация. У кого-то проснулась совесть. Кто-то вдруг понял, на самом деле что происходит. Кто-то увидел, что Советский Союз одерживает победу. У каждого была разная мотивация. Но те, кто успел до окончания Второй мировой войны перейти на сторону света и добра, те на десятилетия стали почитаемыми государствами и сообществами. А те, кто не успел, пошли под трибуналы. И на десятилетия были буквально пригвождены к позорному столбу. Вот сейчас это окно возможностей еще есть. И мы видим, как граждане, общественные деятели и общественные организации по всему миру начинают задавать вопросы самим себе. А кто и что их удерживает на этой самой стороне зла и тьмы? Ответ-то очевиден. Многие запуганы. Многих буквально третируют и шантажируют, чтобы они оставались на той самой темной стороне истории. Но еще раз говорю. Понимание того, что происходит, начинает уже, на мой взгляд, веерно покрывать этот мир. И, конечно, отдельно мы обращаемся к киевским кукловодам, которые полагают себя цивилизованными. Вот это самое трусливое молчание, даже после очевидно совершенного туристического акта, это саморазоблачение. Все-таки там необходимо понимать, я говорю сейчас о Вашингтоне, Лондоне и, опять же, коллективном Брюсселе, что все это уже равнозначно пособничеству терроризму и экстремизму. Теперь о правосудии. Суды Российской Федерации на основании доказательств, собранных Следственным комитетом нашей страны, продолжают выносить приговоры украинским боевикам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан. Боевик нацистского батальона «Азов», мозговой, расстрелявший четверых мирных граждан в апреле 1922 года в Мариуполе, осужден на пожизненное лишение свободы. Еще один украинский неонацист Паскалов получил 28 лет колонии за расстрел двоих мирных жителей в марте 1922 года тоже в Мариуполе. К 25 годам приговорен бандеровец Кузьменко. Он приказал расстрелять двух мирных жителей весной 1922 года в Мариуполе. Заочно приявлено обвинение бывшим членам Совета так называемой национальной безопасности и обороны Украины, экс-министру финансов Шлопаку, бывшему главе Нацбанка Кубиви, они вместе с другими высокопоставленными чиновниками принимали решение о начале так называемой антитеррористической операции в Донбассе и обеспечивали ее финансирование за счет средств госбюджета. Всеукраинские преступники будут обязательно установлены и ответят по всей строгости закона. Ну, теперь о том, что делает возможным. В принципе, совершение киевским режимом терактов. Запад продолжает накачивать оружием режим Зеленского и, как мы уже об этом говорили, становится соучастником его чудовищных преступлений. По сообщениям французских средств массовой информации, в Париже анонсировали создание так называемой «Коалиции артиллерии для Украины». В чем же ее цель? В усилении поддержки киевского режима в краткосрочной, долгосрочной перспективе. Франция намерена расширить производство самоходных артиллерийских установок «Цезарь» и поставить в УСУ в 2024 году 72 таких аппарата. В милитаристском угаре президент страны Макрон заявляет о, как он говорит, недопустимости победы России и обещает отправить на Украину порядка 40 ракет дальнего действия «Скальп» и сотни авиабомб, а также другое оружие. Я хочу напомнить Макрону и всем тем, кто пишет ему эти речевки. Вы не так давно кричали о том, что России нужно нанести стратегическое поражение. Не случилось. Теперь вы срочно переписываете все эти бумажки и придумываете новые слоганы. Сейчас они звучат, как недопустимость победы России. Вы не тратьте бумагу. Вам снова придется придумывать что-нибудь новенькое. У вас не удастся остановить нас на пути к нашей победе. Судя по всему, в Париже упорно не хотят понять, что наращивание военной помощи режиму Зеленского ведет не только к затягиванию украинского кризиса, но и к гибели французских граждан. Они записались в помощники главареза МВСУ. И, кстати говоря, не только МВСУ, но и других формирований этого режима. Это наглядно продемонстрировали результаты ракетного удара АВКС России 16 января по базе иностранных наемников в Харькове. Тогда погибли порядка 60 французских так называемых легионеров. 20 были ранены. Неуклюжие попытки властей Франции скрыть это от общественности ни к чему не привозят, потому что все тайное становится явным. Но вопрос не только в гражданах Франции. Вопрос в том, что они не смогли бы это сделать, если бы не те самые рекрутинговые агентства и активные, проактивные действия официального Парижа по помощи киевскому режиму в найме собственных французских граждан на территории Франции. Германия, продолжая опустошать карманы своих фермеров и других граждан, намерена выделить в 2024 году на военную помощь Украине 7 миллиардов евро. Фактически они удвоят свою помощь. Это логично. По мере уменьшения помощи штатов, Вашингтон заставляет своих сателлитов и своих подопечных по НАТО раскошеливаться все больше. По сообщениям средств массовой информации, Берлин настойчиво требует и от других стран Европейского Союза последовать его примеру. Ну, одним-то тонуть не хочется, потому что главным спонсором режима Зеленского внутри Европейского Союза Берлину будет стоить достаточно дорого. И поэтому они ищут, кто бы мог еще проспонсировать эту авантюру. Тем более на фоне туманного будущего и военной поддержки со стороны США, и отнюдь не туманного для тех, кто реалистично смотрит на вещи, исхода этой кровавой драмы. На таком фоне практически незамеченным оказалось прошедшее 23 января очередное 18-е по счету заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн». Впервые не прозвучало никаких обещаний относительно грядущих поставок вооружений для нужд ВСУ. Киевская банда, явно опасаясь, что западные кураторы оставят ее без денег и оружия, продолжает карикатурно заискивать перед ними. Персонаж под фамилией Кулеба на Всемирном экономическом форуме в Давосе договорился с того, что Украина делает США лучшее предложение на мировом рынке безопасности. Но это он таким образом отвечает в тем Вашингтоне, кто сказал, что вложение в украинский конфликт – это лучшая инвестиция США за последние годы. Это бизнес. Это просто бизнес. Киев готов, как было сказано, закончить работу, то есть боевые действия, за счет американцев, от которых нужно только одно – стабильная финансовая и военная помощь. При этом Вашингтону, дескать, как опять же говорит этот деятель, даже не придется жертвовать своими солдатами. Зачем? Для этого же есть, правда, уже почти немного осталось, но все же граждане Украины, которые по меткому выражению министра иностранного дела России Сергея Лаврова для киевского режима являются уже просто скотом для загона на убой. Вот такая вот забота о жизнях простых украинцев. Подобные высказывания похожи на разговор заказчика с исполнителем. Для главарей Киевской хунты и ее спонсоров конфликта – это просто выгодная сделка. А жизнь украинских солдат – это тоже для них просто товар. Нет никакой другой добавленной стоимости или, в принципе, ценности. Есть только стоимость. Сколько заплатят Зеленскому, столько еще людей он готов будет убить. 22 января на Украине отмечался так называемый День Соборности. К этой дате было приурочено подписание Зеленским, по-моему, его называли и скандальным, и провокационным. По-моему, он просто абсолютно безумный указ об исторически населенных украинцами территориях России. Причем написано было именно Российской Федерации. Киевский режим, похоже, окончательно впавший в историческое сумасшествие, по сути, открыто заявил о своих претензиях на значительную часть Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России. Все это смехотворно, безграмотно камуфлируется под некую заботу о проживающих там украинцах, якобы страдающих на протяжении веков от систематических действий нашей страны, как было сказано, по уничтожению их национальной идентичности, угнетению и нарушению прав и свобод. Вы знаете, вот эта самая фраза, что они там курят, становится все более и более реалистичной, когда читаешь то, что подписывает Зеленский. И есть еще такой, знаете, у меня вопрос. А что, у нас у кого-то есть сомнения, что бы сделал Зеленский, если ему бы дали дотянуться до тех самых украинцев, или граждан Украины, или этнических украинцев, которые проживают на упомянутых территориях? Вы что думаете? Он бы им выделил деньги на песни и пляски на национальном языке и под национальную музыку, или закупил бы инструменты для исполнения традиционных украинских песен, или костюмы для хороводов бы приобрел? Он бы их мобилизовал тут же, была бы его воля. Точно так же, как и граждан на подконтрольных ему землях, согнал бы, как скот на убой. Я просто хочу напомнить, что до 2024 года на Банковой не признавали российских украинцев своими соотечественниками. Но цинично заявляют сейчас о необходимости соблюдения России и международных обязательств по обеспечению их гражданских, социальных, культурных и религиозных прав. Это для кого история? Для тех, кто вообще не имеет доступа к книгам, библиотекам или интернету? Еще хотелось бы раз напомнить, что до 2024 года никаких претензий ни разу мы не слышали на этот счет, кроме таких абсолютно диковатых, что у нас не дают тут разговаривать на иностранных языках, на украинском и так далее. О чем идет речь, это вообще никто не может понять. На Банковой требуют, чтобы они имели право на получение образования на украинском языке, на мирные собрания и доступ к украиноязычным СМИ. Вы меня извините, все бы можно было это, может быть, даже оставить просто без комментариев, если бы не факт того, что киевский режим на протяжении многих лет творит в отношении, как они называют, меньшинств, хорошо, пусть меньшинств, но целой группой, огромной, многомиллионной группой своих же собственных сограждан. Именно киевский режим возвел русофобию в рамк государственной политики и годами проводят тотальную дерусификацию. Именно киевский режим ввел фактический запрет на русский язык и культуру, просто зафиксировав это законодательно. Именно киевский режим преследует своих граждан по этническому принципу. Это не просто все возмутительно и заслуживает всеобщего порицания. Это требует принятия законодательных мер к тем, кто разрабатывал и воплощал все это в жизнь на территорию Украины. И после этого, после того, как уже много лет квотировано использование русского языка в радио и телеэфире на Украине, они имеют что-то сказать о защите языков во всем мире? Россия неоднократно привлекала внимание мирового сообщества к грубейшим и систематическим нарушениям Украины и международных обязательств в право-человеческой сфере. Нас слышали? Да, кто-то нас слышал. Но те, кто обязаны были слышать в международных структурах, не реагировали или реагировали вяло. Такая политика режима Зеленского не вызывает у Запада вопросов. Почему не вызывает? Да потому что ровно за это они ему платят. Не прошла русофобия в период Второй мировой войны. Эта задача была отложена на потом. Не прошла она и во времена Холодной войны, и по ее итогам. Эта задача была отложена еще на потом. И вот сейчас, когда они поняли, что никогда люди, которые жили в одной стране на протяжении длительного времени, которые связаны были не только государственными узами, а родственными, культурными, историческими, не пойдут друг на друга, вот тогда они приступили к переброске, к десантированию так называемых политиков, которых внедряли в управление Украиной как государство. Для того, чтобы те принимали законы, законодательные решения по буквально изничтожению всего того, что нас связывало, что было общим, что представляло собой ценность с точки зрения даже цивилизационной. Они за это начали платить не только Зеленскому, они платили за это Ющенко, они платили за это Порошенко, они платили всем тем, кто составлял то самое правительство, неоднократно приводимое вопреки украинским же законам и конституции к власти путем государственных переворотов. Но я хочу сказать, что рано или поздно вот это самое западное покровительство на нацистской хунте в Киеве аукнется с серьезными проблемами для ее англосаксонских и прочих покровителей. Это произойдет. Я не могу вам назвать точный день и час, и я не могу сказать, как именно это случится, но это будет. И все перечисленные факты подтверждают актуальные задачи в специальной военной операции по деноцификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с ее территории. И как заверяла и заявляла неоднократно российская руководство, они будут выполнены. Вот удивительная история, тоже связанная с киевским режимом. По информации российских компетентных органов, на территории нашей страны пресечена деятельность нескольких мошеннических колл-центров, которые были организованы гражданами Украины и действовали под контролем украинских спецслужб. Эти преступные структуры занимались противоправными действиями в виде выманивания денег, финансовых средств у частных лиц в государствах Евросоюза. После чего украденные деньги направлялись на финансирование ВСУ. Выявлено более тысячи жертв телефонного мошенничества в отношении граждан Испании, ФРГ, Чехии и других стран Европейского Союза. Злоумышленники специально работали на зарубежную аудиторию, пользуясь текущим положением дел в сфере международного сотрудничества по линии правоохранительных органов. В рамках исполнения установленных процедур российские компетентные органы передали всю необходимую информацию в отношении 119 установленных потерпевших одной из стран Евросоюза дважды еще в июне и ноябре прошлого 2023 года. Тем не менее, оба запроса остались проигнорированными. Руководствуясь исключительно политическими мотивами, власти государства Евросоюза делают вид, что не получали никакой информации российской стороны на эту тему. В итоге у российских правоохранительных органов нет ни одного заявления от потерпевших, что лишает их возможности завести уголовные дела и привлечь преступников к ответственности. А вот интересно, а граждане Европейского Союза знают, что их правительство, за которое они голосовали и которое они своими налогами спонсируют, не просто ничего не делают для охраны их прав, но и покрывают преступников, которые грабили граждан этих государств ЕС. Мало того, если сейчас не начнут западные, ну я имею в виду Евросоюзовские правительства шевелиться, то с преступников могут быть вообще сняты все обвинения. Получается, что в одностороннем порядке, прервав нормальное взаимодействие в деле борьбы с транснациональной преступностью и отключив нашу страну от закрытых каналов информационного обмена по линии компетентных органов, в руководстве ЕСовских стран фактически пренебрегли интересами собственных граждан. В угоду преступному киевскому режиму. Там готовы не только тратить миллиарды на накачку Украины вооружениями, но и закрывать глаза на обворовывание простых людей, лишь бы продолжать помогать киевскому режиму. И, любимая, обожаю эту тему, продовольственная безопасность, продовольственная сделка и так далее. Вроде бы после вот этой чудовищной пиар-акции по, ну, по сути, обману массовой аудитории в пользу накоплений или в пользу получения прибыли ведущими западными компаниями в сфере сельского хозяйства, продовольствия, удобрений. Когда люди поняли, начали уже понимать, что стояло за вот этой самой пропагандистской историей, должно было быть какое-то осознание произошедшего, но нет. Вот даже по пребыванию сейчас в Организации Объединенных Наций по тем вопросам, которые задавали западные журналисты, стало понятно, что тему держат на плаву, потому что то тут, то там задавались и адресовались вопросы российской делегации, что там с продовольственной сделкой. А давайте посмотрим, что там вообще с продовольствием. Несмотря на тотальную цензуру и беспрецедентную кампанию русофобии в ангажированных западных средствах массовой информации, которые были нацелены исключительно на разговоры о продовольственной безопасности, которую как бы подрывает наша страна, ситуация эта выглядит, я бы сказала, противоположно. Вот посмотрите, продолжение руководством Европейского Союза курса на солидарность с киевским режимом, причем любой ценой, вот мы сейчас говорили о том, что они готовы покрывать преступников с территории Украины, вот теперь в контексте продовольствия. Все это вызывает внутри Евросоюза уже не просто недовольство, а состояние близкое к панике. Впервые с момента запуска плана Брюсселя по вывозу украинской сельхозпродукции, помните, да, их назвали «коридорами солидарности». Все это было разработано якобы для того, чтобы накормить весь мир. Так вот, после всего этого тревогу забили аграрии не только пяти приграничных с Украиной стран, а их рынки были наводнены дешевой украинской сельхозпродукцией, агроэкспортом. Речь идет о Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии. Вот теперь тревогу, даже не тревогу забили, а шокированы тем, что происходит, и тем, что будет дальше происходить, уже целые профессиональные сельскохозяйственные ассоциации, которые объединяют все страны-члены Европейского Союза. Европейские фермеры, которые не просто недовольны, а шокированы демпингом украинской сельхозпродукции, блокируют автотрассы, центральные улицы крупных городов. Они парализуют работу государственных учреждений в своих странах, работу обще-ЕСовских структур. Что делают при этом западные средства массовой информации, которые на протяжении более чем года рассказывали о том, что надо мир спасать, потому что голод сейчас наступит, и во всем виновата Россия, что же они делают, когда те, кто на Западе реально занимается вопросами продовольствия на земле, не перепродажей, не спекуляциями, а кто занимается производством продовольствия, вышли на улицу, сели в свои тракторы и грузовики и поехали в свои столицы для того, чтобы рассказать правду. Западные СМИ этого не замечают. Они сосредоточились на русофобской пропаганде, и эту тему, а именно протестов внутри ЕС фермеров и аграриев, затрагивают лишь вскользь. По сути, намеренно замалчивают истинный масштаб проблемы. Собственно, точно так же, как это сделали недавно участники экономического форума в Давосе. Они обсуждали всё, что угодно, только немассовые протесты аграрии в странах Европейского Союза. Ну, вот просто небольшое к вам предложение. Откройте карту Европы, посмотрите на Западную Европу, найдите Давос, а потом посмотрите, какие страны и города окружают его. Что же вы увидите? Вы увидите, что по периметру этой точки на европейской карте находятся все те страны и города, в которые в эти же самые недели и даже уже до месяца проходят массовые протесты аграриев. Не видят этого в Давосе. Но нет такой информации. Видимо, перегрызли русские хакеры какие-то провода интернет-соединений или обрубили кабель, по которому идёт телевизионный сигнал. Нету этой темы в коридорах или на сцене различных панельных дискуссий Давосского форума. Мало того, киевский режим и его западные кураторы называют инвестициями и хорошими сделками не продовольствие, а продолжение вооружённых действий. Представляете, во что превращается эта самая западная цивилизованность? Продолжаем. Социально-экономическая политика европейских стран и ЕСовского Брюсселя завела сельхозполитику в такой тупик, что даже терпеливый народ, фермеры, крестьяне доведены до отчаяния и не выдерживают. Они просто выходят на протесты и просят власти услышать их хотя бы таким образом. Сельское хозяйство – это, напомню, ключевой элемент продовольственной безопасности, о которой Запад так много говорит в контексте украинского зерна. Я понимаю, что уже на подходе 3D-питания. Я понимаю, что мы видим видеокадры и ролики того, как замечательно питаться распечатанными из 3D-принтера отбивными рыбой и так далее, и так далее. Но все-таки пока зерно, мясо и рыбы настоящие лежат на нашем столе, и мы пока, слава Богу, едим их. Может быть, все-таки посмотреть, что же сотворили эти самые западные 3D-архитекторы продовольственной безопасности с истинным, настоящим, реальным сектором экономики и реальным сектором агропромышленности. Так вот, она не просто, я имею в виду агропромышленность, элемент евроэкономики. До половины всех выплат ЕС приходится именно на эту сферу. Десятилетиями страны-члены конкурировали за доступ к общей ЕСовским фондам. А те самые французские, немецкие, польские и греческие фермеры кормили полумиллиардное население Европейского Союза. Кстати говоря, из года в год. Сейчас же власти и брюссельские чиновники не хотят слышать тех, кто их кормит. В условиях почти тотальной зачистки общей ЕСовского информационного и политического пространства от любых альтернативных мнений такая реакция европейских фермеров звучит просто как крик отчаяния. Видимо, ситуация совсем плоха, раз простые европейцы вынуждены не просто жаловаться, а фактически ставить перед ЕСовским руководством публичный ультиматум. По сути, фермеры прямо предупреждают, что если разработанный стратегами Европейского Союза режим неограниченной торговли сельхозпродукцией с Украины сохранится в нынешнем виде, то на безоговорочную поддержку Киева с их стороны в Брюсселе могут не рассчитывать. А добиваются ЕСовские аграрии, казалось бы, совсем простых и очень понятных вещей. Они просят ограничить украинский агроэкспорт и гарантировать его соответствие ЕСовским стандартам качества и фитосанитарии. Вы представляете? Ведь каждый помидорчик, каждый мандаринчик, каждая апельсинка в Европейском Союзе имеет стандарт. Каждый, кроме всего того, что возится с территории Украины. А почему? А потому что это проект Украина для Запада. Это не страна. Это для них ни народ, ни общество, ни история, ни цивилизация. Для них это проект. И этот проект должен существовать именно по тем лекалам, которые для него уготовили на Западе. Любой ценой. Поэтому все стандарты долой долой стандарты, как говорит Запад в контексте Украины, в правочеловеческой сфере, можно на все закрыть глаза с точки зрения Вашингтона, даже на убийство собственного журналиста руками киевского режима. Долой стандарты в агропромышленном комплексе, столь тщательно долго разрабатываемой. Долой любые стандарты в сфере морали и нравственности, об этом вообще все забыли. Долой стандарты в сфере, например, тех же самых правил и норм ведения торговли и бизнеса. Проект Украина на всем этом поставил жирный крест. В позиционном документе к заседанию Совета ЕС по сельскому хозяйству 23 января текущего года Варшава обозначила буквально черным по белому безопасность и защита жизни и здоровья ЕСовских потребителей должны быть превыше любых других целей, даже поддержки Украины. Наибольшего масштаба протеста фермеров ожидаемо достигли во Франции, потому что она является крупнейшим сельхозпроизводителем в Европейском Союзе. Интересно, что по данным последних социальных опросов, не наших, а западных, почти 90% французов выражают поддержку местным фермерам. Мне кажется, это прекрасная иллюстрация эффективности нынешней социально-экономической политики Парижа. Ситуация столь наколена, но, правда, вы об этом не увидите репортажи ни на СНН, ни на Би-Би-Си, и, конечно, Блумберг вам тоже об этом не расскажет. Так вот, ситуация настолько наколена, что ряд аналитиков поговорят о том, что если в ближайшее время компромисс не будет найден, то страны ожидают повторения протестов общенационального масштаба наподобие движения желтых жилетов. Я еще раз хочу подчеркнуть, люди бьются не только за собственную прибыль сегодняшнего дня, люди пытаются сказать о том, что с учетом разработанной внутри Европейского Союза системы, которая связана и имеет непосредственную связь финансов, развития агропромышленного комплекса и экономики они рухнут, если все возможности для законного по стандартам существования этой сферы будут нарушены в пользу 100% протектората действия киевского режима на всех фронтах, в первую очередь в сфере агропромышленного комплекса в контексте поставок в Европейский Союз. Интересно, будет ли на этот раз такой же жесткой реакции французских властей на выступления собственных граждан, которые доведены буквально до отчаяния провальной экономической политикой своих властей? Посмотрим. Конечно, есть надежда, что они все-таки как-то одумаются. Так вот, что же Еврокомиссия, вроде бы, это главный идеолог либерализации торговли и сельхозпродукции с Украиной, что у них-то там? За полтора года Еврокомиссия так и не смогла обеспечить нормальную работу, так называемого коридора солидарности или коридоров солидарности, их много, хотя действительно делала вид, что это ее инициатива спасает от голода миллионы нуждающихся по всему миру. На деле же дешевая и сомнительная с точки зрения качества украинское продовольствие оседала на ЕСовских складах. Не в состоянии оказалась Еврокомиссия обеспечить интересы пяти приграничных с Украиной стран-членов, которые больше всего пострадали от затоваривания украинской продукции и в нарушении всех опять же разработанных внутри ЕС норм были вынуждены самостоятельно заблокировать доступ сельхозпродукции из Украины. Впрочем, Брюссель, у которой привык принимать политические решения, исходя не из реальных интересов своих государств-членов, а прежде всего из политических установок на сдерживание России, диктуемых из океана, проще не будет. Впереди июньские выборы в Европарламент и мнение такой активной группы избирателей, как фермеры, видимо, учитывать придется. Как уж они будут решать этот вопрос, просто затыкая людям рты какими-то подачками или запугиванием, не знаю. Мы видим, фермерские протесты уже охватывают не только непосредственно есовских соседей Украины, но и Германию, и Францию. Я хочу сказать всем тем, кто опять попытается найти там руку Москвы, влияние Кремля или российских хакеров. Этого всего там нет. Там есть боль людей, которые понимают, что ждет Европейский Союз, который и так связан по рукам и ногам всевозможными обязательствами, так называемой корпоративной западной этикой, а по сути, буквально данью, которую их обложили по линии НАТО. Причина забастовок как раз в проводимой Еврокомиссии под управлением Урсулы фон дер Ляйн политики можно назвать недальновидной, но я назову специальной, которая привела к росту затрат на производство внутри Евросоюза и которая создала идеальные условия для недобросовестной конкуренции на внутриэсовском сельхозрынке за счет переизбытка украинской продукции. Дальше на горизонте маячит тема обещанного Киеву гипотетического членства в Европейском Союзе. Предстоит мучительная и уже вызывающая оторопи головную боль во многих есовских столицах дискуссии о том, как переварить украинский агропром и окончательно не пустить по миру собственных фермеров. Да, это было бы все смешно, если бы не было так грустно. Что будет в целом с мировой продовольственной безопасностью после вот этих манипуляций, подтасовок, инсинуаций Запада большой вопрос. Потому что действительно это все из одного ряда. Это все из разряда манипулирования общественным сознанием, набиванием карманов одними и разрушения жизни и профессиональной деятельности других. Только в угоду политической конъюнктуре. Ну и хочу сказать несколько слов о проблематике взаимодействия с КНДР. Вы спросите, это новая тема? К сожалению, это тоже все будет озвучено в контексте Украины. Причем здесь она... Дело в том, что мы обратили внимание на заметно повысившийся градус риторики официального Сеула в адрес Москвы. Речь идет о том, что, как мы слышим и как мы читаем информацию из Южной Кореи, Россия якобы осуществляет, как там говорится, военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном, в частности, в интервью южнокорейской газете Корея-Хираль 24 января глава Минобороны Син Вон Сик, не приведя никаких доказательств, высказал обвинение в наш адрес в том, что Россия якобы получила 5,5 тысяч контейнеров с оружием и в ответ, опять же, как он сказал, предоставила содействие КНР в космической сфере, включая спутниковые технологии. Ну, честно говоря, мы это привели в качестве такого примера, на самом деле, подобные инсинуации российско-северокорейскому, как они пишут, незаконным, берем это в кавычки ВТС, рефреном звучат в ходе различных контактов южнокорейских официальных лиц со своими американскими патронами и европейскими единомышленниками, в том числе, на площадке Совета безопасности ООН. И в этой связи мы решительно отвергаем любые попытки США и их сателлитов в противозаконных обвинениях нашей страны. Это уже не просто голословные обвинения, это уже не просто какое-то там навешивание ярлыков или дезинформация, это противозаконные обвинения. Очевидно, что за резкими заявлениями Сеула стоит Вашингтон. Цель этих информационных вбросов вовлечения своего азиатского союзника в лице Республики Корея в украинский конфликт. Но это указывает ремарка главы военного ведомства Республики Корея о необходимости оказания прямой военной поддержки киевскому режиму, включая поставку летального оружия. Мы хотели бы предостеречь Сеул от опрометчивых шагов, чреватых полным обрушением некогда дружественных отношений с Россией. Подчеркиваем, что обвинения в наш адрес голословные, бездоказательных, поэтому, собственно, и незаконные. Этот вброс умело используется США для изыскания дополнительных источников пополнения запасов оружия для преступного режима Зеленского, для оправдания замыслов по продвижению американской военной инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия, напомню, вправе развивать дружественные отношения с КНДР. Взаимодействие с этой страной имеет давние исторические корни, не угрожает безопасности соседних государств, проверено временем. Наша страна ответственно выполняет и будет выполнять свои международные обязательства в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Если кто-либо подозревает кого-либо в нарушении указанных документов, то свои претензии можно адресовать Совету Безопасности ООН, поскольку только этот орган наделен функциями рассмотрения соответствующих вопросов. При этом мы исходим из того, что международное право должно соблюдаться всеми государствами и во всей полноте, а не только России в контексте антисеверокорейских санкций. Адресовать призывы уважать базовые принципы и нормы международного права следует в первую очередь тем, кто их нарушает на системной основе, то есть США и их сателлитам. Ну и еще одна тема так или иначе связана с дестабилизацией международных отношений и просто перечеркиванием всей системы международной безопасности на фоне постоянных призывов России к деэскалации плана Североатлантического блока провести крупнейшие коалиционные учения Стэдфаст Дефендер 2024 крупнейшие со времен Холодной войны вызывают вопросы. Маневры носят откровенно провокационный характер. В течение нескольких месяцев вблизи российских рубежей на территории от Норвегии до Румынии будет активно действовать 90-тысячная группировка сил из 31 страны члена НАТО и Швеции. Этот шаг осознанно направлен на обострение ситуации повышает риски военных инцидентов и в итоге может привести к трагическим последствиям для Европы. В Североатлантическом блоке не скрывают что в ходе учения будут отрабатывать задачи по как они формулируют отражению российской угрозы. О том что Альянс готовится к конфликту с Россией заявил председатель его военного комитета адмирал Роб Бауэр. Подобные комментарии также неоднократно звучали из уст руководства НАТО и таким образом в Альянсе пытаются обосновать как собственно свое существование в глазах миллионов европейцев и американцев так и линию на сдерживание России и оправдать безумный рост военных расходов. Ну и конечно так или иначе отвлечь общественное мнение и внимание аудитории от провалов на НИВе так сказать той самой гибридной войны руками киевского режима против нашей страны. Со своей стороны не раз заявляли и еще раз подтверждаем что планов нападения на страны НАТО не существует. Более того в Альянсе это прекрасно знают. На днях это четко подтвердил генсекретарь Североатлантического блока Столтенберг. По его словам Россия не представляет прямой угрозы для страны членов Альянса. Вопрос. Если два руководящих представителя НАТО говорят ровно противоположные вещи а не шизофрения ли это может быть кто-то на этот вопрос в Брюсселе и сможет ответить. Переходим к другим темам хотя опять же так или иначе взаимосвязанным с проблематикой НАТО и всего того что сейчас страны запада коллективного запада творят на нашей планете. В этом году исполняется 25 лет бомбардировкам Союзной Республики Югославия. Напомню эта трагедия разворачивалась в период с 24 марта по 10 июня 1999 года. В преддверии печальной годовщины варварского надругательства Запада в главе США над суверенным государством хотели бы вновь напомнить об одном из многочисленных провокационных деяний которые совершили в НАТО в годы Югославского кризиса 90-х годов. Речь идет о постановочном инциденте в Косовском Рачаке. Именно это послужило предлогом для массированной военной операции против Югославии в нарушении всех принципов международного права. Я хочу напомнить хронологию. 15 января 1999 года при попытке задержать засевшую Рачаке группу террористов освободительной армии Косово сотрудники сербских правоохранительных органов подверглись вооруженному нападению и действию четко по закону ответным огнем уничтожили более четырех десятков боевиков. Однако тут же с подачи главы миссии ОБСЕ по проверке в Косово американца Уильяма Уокера была придумана иная версия случившегося. В обработке западной пропаганды албанские террористы вскоре превратились в так называемых мирных жителей. А сербские силовики как было сказано беспощадных убийц якобы учинивших расправу над опять же как было сформулировано ни в чем не повинными мирными жителями. Об этих событиях подробно рассказано в документальном фильме. Он был выпущен радиотелевидением в Сербии и доступен с переводом на русский язык. Мы обязательно разместим ссылку на этот фильм в тексте брифинга. Примечательно, что финские эксперты патологоанатомы постановку врачики, использованную для оправдания агрессии НАТО, впоследствии развенчали с фактами на руках. Так, например, дырки на одежде не совпадали с ранениями на телах убитых. Это дело расследовали вплоть до даже такой конкретики. Было доказано, что погибшие были переодеты в гражданскую одежду боевиками освободительной армии Космо. Однако западная пропаганда объявила инцидент врачаки актом геноцида, требующим немедленной реакции. Представляете, как все было быстро состряпано. Последовала многонедельная информационная артподготовка, как часто мы это видим, как много раз все это повторялось в других регионах мира. Ирак, Ливия, Украина, так далее, так далее. Все это было предтечей для проведения военной операции против Югославии. В результате натовских бомбардировок 1999 года в Югославии погибло несколько тысяч человек, в том числе сотни детей. Страна понесла многомиллиардный экономический ущерб. Силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. Знаете, что смешно? Сейчас же западники, которые, а это в первую очередь Британия, которые поставляют на территорию Украины снаряды с обедненным ураном, говорят, что он практически безвредный. Ну, чуть ли это не прекрасные витаминизированные комплексы, которые могут, видимо, рассматриваться как удобрения, что ли. Сербия помнит и знает, что такое обедненный уран, потому что после этого она заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе. Россия неизменно оказывает сербским друзьям поддержку в раскрытии правды о совершенном в отношении Югославии в 1999 году акте военной агрессии. И мы содействуем донесению этой информации до мирового сообщества. Так называемый коллективный Запад в главе США сегодня продолжает использовать самые грязные методы информационной войны в отношении тех стран, которые противостоят западному неоколониализму. Фейки о якобы военных преступлениях российской армии в Буче аналогичны тем, что были вброшены в связи с событиями в Рачайке. Ничего нового, один и тот же почерк, одна и та же стратегия. История военных преступлений в Буче полностью выдумана. И Россия обладает доказательствами этого, что и было продемонстрировано представителям России в ООН. Как и в случае с Сербией 1999 года, цель всего этого – создание нужного информационного фона для оправдания преступных действий, в данном случае киевского режима. Ну и продолжая тему антисербских действий, хотел бы сказать о том, что положение сербов в Косово становится критическим. Под вопрос поставлено само их существование на родной земле. Вместо того, чтобы бить тревогу, на Западе отворачиваются от проблемы. На фоне демонстративного молчания Соединенных Штатов Америки и Евросоюза косово-албанские так называемые власти в духе свойственной им пещерной сербофобии наступают по всем фронтам сверхбезопасности, правосудия, экономики, культуры. Минуточку. Я хочу задать этот вопрос Брюсселю и Вашингтону. Вы же говорили о том, что являетесь гарантами мирного существования. Вы же говорили о том, что держите под крылом свой проект, который называется Косово. Вы же говорили о том, что сербам нечего опасаться. Что вы говорили недавно Белграду? Вы же говорили буквально так. Примите антироссийские санкции, подпишитесь под всем против России, солидаризируйтесь с антироссийской политикой и мир не за горами. Вот теперь вопрос отнюдь не риторический. представьте представьте себе, что сейчас бы было с Сербией, в том числе и в экономическом плане, в гуманитарном, в социальном, в моральном, этическом, если бы тогда, год назад и полтора, Сербия дрогнула бы и предала бы Россию. Было бы не то же самое, что сейчас, когда мы видим, как притесняют сербов, а намного хуже, потому что Сербия сама себя бы отрезала от той исторической помощи, которую всегда оказывает Россия. Вот на это и делал ставку с Запад, рассказывая о той фантастической экономической и финансовой помощи, которая, как дождь прольется на сербскую землю, лишь бы только они отказались от России. Запомните это. Это пример на века, навсегда этот пример, для того, чтобы понимать, как действует Запад. По данным Белграда, в минувшем году в Косово совершено 178 этнически мотивированных нападений на сербов, в том числе детей и их имущество. С момента прихода к власти в 1921 году радикально-националистической партии самоопределения в общей сложности зафиксировано около полутысячи таких инцидентов. Из-за враждебной атмосферы края вынуждены покинули 10% проживающих там сербов. Это примерно 12 тысяч человек. Так называемый премьер Курти поставил на поток незаконные аресты сербов в качестве мести за их участие в мирных протестах, да и вообще в качестве мести за их позицию. С его подачи штампуются уголовные дела о так называемых военных преступлениях, якобы совершенных сербами в годы Косовского конфликта. Под мнимым предлогом поиска оружия, контрабанды регулярно проводятся рейды приждинского спецназа опять же берем все это в кавычки по сербонаселенным районам. Более 7 месяцев действует эмбарго на ввоз в край товаров с отметкой «Сделано в Сербии». Продолжается незаконное отчуждение принадлежащего сербам имущества, выдавливание их административных структур и коммунальных предприятий. В стремлении деморализовать местную сербскую общину Косовары пресекают любые шаги по закреплению ее правового статуса. А главная задача Курти обнулить свое обязательство по учреждению сообщества сербских муниципалитетов Косово. Опять же вопрос к Брюсселю. Вы же гарантировали, что этого не будет. Что имеете сказать Белграду и сербам? Отсюда собственно говоря и циничная логика Курти. Чтобы избавиться от вопроса его создания нужно избавиться с его точки зрения от сербов. Курти собрался запретить финансовые операции в сербских динарах, включая переводы из Белграда на выплаты пенсий, пособий, закрыть филиалы сербского государственного банка Паштанская штадионица. Ничего не напоминает, но так же действует Запад и киевский режим. Так действовал Зеленский и Порошенко в отношении жителей Донбасса, когда они не давали возможности им даже пенсии законные получать, потому что они перекрыли все финансовые институты. Потом точно так же Запад перекрыл финансовые институты и возможности для России для осуществления выплат и получения финансовых средств. Один и тот же почерк, одна и та же цель. в планах Курти вооружить всю так называемую полицию, а не только спецназ длинноствольным автоматическим оружием, ввести к 28-му году обязательную срочную военную службу в рамках преобразования сил безопасности Косова и сделать из нее армию в разрез резолюции Совета безопасности 1244. Что там Запад говорит о том, что необходимо соблюдать международное право? Хоть слово слышали от поспреда США при ООН о том, что действие Косова, которое они признают государством, идет в разрез этой самой резолюции, этому самому международно-правовому документу. Что же может быть более очевидного? Или поспред США не слышал о том, что есть такая резолюция? Понятно, что одна из целей всего того, о чем я сказал, заставить сербов призывного возраста уехать из края. Ужесточился курс на албанизацию сербского духовного наследия в Косово. Осуществляется узурпация культовых объектов. Старинные православные церкви объявляются католическими, происходит просто переписывание духовной истории Косово, Метохии, попытки представить албанцев исконным христианским населением, а сербов захватчиками, которые якобы присвоили себе чужие храмы и монастыри. Ничего опять не напоминает? А не так ли сейчас действует киевский режим, придумывая несуществующую церковь, очерняя существующую церковь, устраивая гонения на тех, кто не отказывается от догм? Не так ли действует киевский режим с подачи Запада, отбирая у православных их храмы, не пуская их на службу и запуская в эти самые отобранные храмы каких-то непонятно даже кого? Я даже их раскольниками это не могу назвать. Это даже не имеет никакого отношения даже к раскольничеству. Это просто какие-то бесноватые. Американцы и европейцы поощряют развязанную этническую чистку и просто вознаграждают Приштину предоставлением безвизового режима для поездок в шенгенскую зону, продвижением заявки на членство в сайте Европы. Все, что они опять же применяли в отношении киевского режима Украины и многих других стран сначала под видом неких бонусов заставляя осуществлять свою американскую западную политику, а потом давая вот такие подачки, ну а после этого делай со стороной с народом все, что хочешь. В надежде вывести урегулирование ступика, в которое его загнал Курти и, собственно говоря, Запад, Белград согласился на непростые компромиссы по автомобильным номерам, электроснабжению севера Косова. Надо, конечно, внимательно следить за тем, не воспользуется ли Приштина этим жестом для дальнейшего притеснения неалбанского населения. Такое развитие событий должно отрезвить тех, кто рассуждает о договороспособности Курти и винит сербов в застое диалога. Да нет, это не проблема сербов, это не вина сербов. Это их беда, что Запад бесконечно им что-то обещает и никогда это не то, что не выполняет, а всегда действует ровно наоборот. Только неукоснительное соблюдение подписанных сторонами соглашений, прежде всего применительно к сообществу сербских муниципалитетов Косово, в строгих рамках основополагающей резолюции Совета безопасности ООН-1244, может обеспечить устойчивую и справедливую развязку. Ну и пробежается очень важная дата, 27 января 1945 год. 79 лет назад советскими войсками был освобожден нацистский концлагерь Аушвиза-Беркинау, где погибли миллионы ни в чем не повинных людей. В 2005 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, одним из авторов которой стала наша страна, этот день был объявлен Международным Днем Памяти Жертв Холокоста. А Холокост определен как трагедия, унесшая жизни огромного количества евреев и бесчисленного количества других меньшинств. 27 января день скорби по более чем 6 миллионам жертв целенаправленного истребления нацистами еврейского народа. Во всем мире в связи с этим днем под эгидой еврейских организаций проходят памятные мероприятия, знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости. В этот день мы вспоминаем о солдатах Красной Армии, которые освобождали этот лагерь. Мы вспоминаем о всех бесчинствах Третьего Рейха, который поставил уничтожение людей другой, как они считали несоответствующей их стандартам национальности, будь то евреи, будь то русские, будь то в целом славяне и представители других народов, народности и национальности. И, кстати говоря, не только национальности с точки зрения Третьего Рейха было дело в их мироощущении, в их цивилизационном курсе, мы вспоминаем всех жертв и мы вспоминаем подвиг солдат Красной Армии, которые освободили и этот концлагерь, и в целом сделали возможным мир на нашей планете на десятилетия. Акции, посвященные Дню памяти жертв Холокоста, способствуют сохранению исторической правды, о страшных событиях Великой Отечественной войны, напоминают об освобождении Красной Армии Освенцима, о подвиге всех народов бывшего Советского Союза, их вкладе в спасение евреев Европы. Представители МИД России традиционно принимают участие в этих акциях. В России сегодня, 26 января, Федерация Еврейских Общин России проводит в Еврейском музее Центре Толерантности официальную церемонию ко Дню памяти жертв Холокоста. Центральное событие, организуемое с 18 января Российским Еврейским Конгрессом в Неделе памяти, Мемориальный вечер Хранитель памяти в Театре Константина Станиславского и Владимира Немировича Данченко остался вчера, 25 января. В рамках недели проведены музыкально-драматические вечеры, презентация проекта «Живые голоса» в Музее истории ГУЛАГа. Мемориальный вечер будем помнить в Доме народов России. 27 января также отмечается, как вы знаете, и другая памятная дата, и в этом году это будет годовщина, 80-е годовщина полного освобождения Ленинграда с советскими войсками от немецко-фашистской блокады. Эта дата и те 872 дня страшных нечеловеческих испытаний, через которые прошли жители города, навсегда останутся в памяти нашей страны и всего человечества, у которого еще осталась память. Наш долг сегодня, как потомков, сохранить историческую память о блокадном Ленинграде и боль по сотням тысяч жертв, которые покоятся на Пескаревском, Смоленском и других кладбищах и братских могилах города. В этот день в Санкт-Петербурге состоятся торжественно-траурные церемонии и возложения и возложения венков, цветов на Пескаревском мемориальном кладбище, других мемориальных комплексах, местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, возложения факелов на растральных колоннах города, проведения торжественных концертов, празднования завершатся салютом. Мероприятия по увековечиванию памяти о подвиге жителей блокадного Ленинграда также предусматривают открытие мемориального комплекса, посвященного памяти мирных жителей Советского Союза, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, филиала Санкт-Петербургского государственного бюджета, учреждения культуры государственной мемориальной музеи обороны блокады Ленинграда и мемориального комплекса с защитником Ленинграда. Ну и из дипломатического календаря 1 февраля этого года отмечается знаменательная годовщина в отношениях между нашей страной и Республикой Перу. И отношения между нашими странами, которые в прошлом году перешагнули 160-летний рубеж, вышли на новый уровень. Были учреждены посольства. Хороший повод вновь напомнить о добрых традициях дружбы и взаимовыгодного партнерства, которые связывают Россию и Перу, прошедших проверку временем, чувствах симпатии, солидарности между российским и перуанским народами. Мы помним, что первым послом в Москве был блестящий перуанский дипломат Хавер Перес де Куэллер, который впоследствии был избран на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Хотели бы особо отметить неконъюнктурный характер двусторонних отношений, которые неизменно носят дружественный характер, готовы к дальнейшему укреплению политического диалога, многопланового взаимодействия с Перу на благо народов наших стран в интересах построения более демократического, справедливого многополярного мира, основанного на принципах равноправия и суверенитета государств. Хотели бы отдельно пожелать перуанским коллегам успеха на ответственной вахте председательства в текущем году ВАТЭС, ведущий форум Азиатско-Тихоокеанского региона, в котором представители России и Перу совместно работают над повышением экономического роста и процветания региона. Ну и 2 февраля, конечно, 43-й год. Эта дата вошла в историю Великой Отечественной войны, как день разгрома Красной армии немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В результате героической обороны она длилась с 17 июля по 18 ноября 42-го года защитнику города удалось отстоять плацдарм и подступы к Волге, а с 19 ноября 42-го года перейти в наступление. Оно завершилось 2 февраля 43-го года окружением и разгромом гитлеровской армии фельдмаршала Паулюса. Победа советских войск стала ярким проявлением мужества, твердости духа, готовности к самопожертвованию всех народов Советского Союза, которые сорвали преступные, человеконенавистнические замыслы нацистов, предотвратили глобальную катастрофу и разгром нацистов под Сталинградом положил начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны и оказал глубокое воздействие на внешнюю политику и дипломатию Советского Союза, способствовал значительному укреплению международных позиций нашей страны. В странах оси это событие вызвало растерянность, замешательство. Начался кризис профашистских режимов в Италии, Румынии, Венгрии, Словакии. Резко ослабло влияние Германии на ее сателлитов. Заметно обострились разногласия между ними. Япония отказалась от своих агрессивных планов на Советском Дальнем Востоке. В политических кругах Турции усилило стремление сохранить нейтралитет. В отношениях нейтральных стран Германии стали преобладать элементы сдержанности и отчуждения. Победа Красной Армии на Волге сорвала планы Гитлера по захвату Кавказа и овладению Средним Востоком. Помогла прорвать кольцо окружения Ленинграда 18 января 1943 года и стала залогом успеха в Курской битве летом 1943 года. Приблизила открытие нашими союзниками Второго фронта летом 1944 года. Родина высоко оценила тех, кто сражался в Сталинградской битве. Десятки тысяч солдат и офицеров были удостойны правительственных наград. 112 наиболее отличившихся воинов стали героями Советского Союза. 1 мая 1945 года в приказе верховного главнокомандующего Сталинград был назван городом-героем. 8 мая 1945 года он был награжден орденом Ленина и медалью Золотая звезда. В соответствии с федеральным законом 32 от 13 марта 1995 года 2 февраля память о разгроме Красной армии немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отмечается как день воинской славы России. И я готова ответить на ваши вопросы. С нами ли журнал международная жизнь? Да, здравствуйте, Мария Владимировна. Вы уже выступительной части коснулись вопроса поставок оружия киевскому режиму со стороны европейских стран и американцев. И тем не менее генеральный секретарь НАТО Янс Толкенберг на днях заявил, что Янс инвестирует миллиард 200 миллионов долларов в производство артиллерийских боеприпасов для поддержки Украины. Как бы вы это могли прокомментировать? Вы знаете, дело в том, что руководство государственных альянса запутывает свое население, мы сегодня об этом уже говорили, якобы небинуемой войной с Россией. Вместо восстановления экономики призывает поставить экономику на военные рельсы, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку Зеленскому, ну и так далее, и так далее. Мне кажется, НАТО все-таки должно определиться. Они сами хотят с нами воевать? Если так, то пускай об этом скажут прямо и своим странам-членам, и населению этих стран, и всему мировому сообществу. А придумывать истории о некой угрозе, под которую они должны сейчас все переформатироваться, не надо. И, собственно говоря, я об этом сегодня уже говорила, но мы понимаем, почему они это делают, потому что крах терпит киевский режим, потому что другой стратегии они еще не придумали, потому что собственная экономика находится в упадке, потому что отход от либеральных основ очевиден у них, это командно-административное управление уже всеми сферами началось, а каким-то образом все это оправдать надо, но не прямым текстом, поэтому придумываются различные истории. Но главный вопрос, на который натовцы должны ответить, а они действительно сами хотят того, чем запугивают свое население, или это все-таки просто пропаганда с целью реализации этих самых информационно-политических установок. Киев не оправдал ожиданий США и их союзников, Киев провалил контрнаступление, Киев опустошил военные арсеналы многих западных стран. На их пополнение натовцам требуется существенно нарастить производство вооружения. Ведь вы поймите, согласно тем планам, которые были спущены из Вашингтона своим сателлитом, киевский режим должен был воссиять на мировом небосклоне, все уже должно было быть по западному образцу, и они должны были уже начать получать экономические бонусы от нанесения нам, как они формулировали, стратегического поражения, а все пошло ровно наоборот, киевский режим провалил все, что только можно было провалить, стратегическое поражение Запад нанес сам себе, но в данном случае Западной Европе, потому что экономика ведущих стран в рецессии находится, и что дальше делать? На днях генсекретарь НАТО отрапортовала заключение Альянсом оборонных контрактов на сумму 10 миллиардов долларов, вот из них более миллиарда пойдут на закупку 155-миллиметровых боеприпасов для того, чтобы пополнить НАТОвские запасы. Поставки готовой продукции могут начаться лишь через 24 месяца. Пока же НАТОвцы по приказу американцев должны еще покопаться в своих я бы сказала закромах, а на самом деле дырявых карманах, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение ВСУ оружием. Вы поймите, когда они ввязывались в эти авантюры, им не говорили о том, насколько все это затянется. Им говорили о том, что это будет блицкрик, что они быстро все это решат. Ставка делается, я думаю, на пару месяцев. Но что-то, как говорится, пошло не так. И что со всем этим будут делать украинские подопечные, все прекрасно знают. Получая все это вооружение, они будут прицельно бить по мирному населению, по гражданским объектам, не имеющим никакого военного назначения. И жертвы этих террористических атак останутся на совести тех, кто продолжает покрывать преступный киевский режим и бездумно снабжать его новыми порциями вооружений. Вашингтону, и вот здесь очень важный момент, почему идут все эти заявления, о которых мы сегодня говорили, внутри натовских стран агрессивного содержания, запугивающие собственное население, о некой угрозе со стороны России, о том, что если сейчас киевский режим не продержится еще какое-то время, то Россия развернет весь свой агрессивный потенциал в сторону Запада. Для чего все это делается? Да потому что нужно каким-то образом выстроить стратегию на будущее, а ее нет, нужно каким-то образом залатать эти экономические дыры, а это никак не сделать. Но и самое главное, потому что за всем за этим вот истинный смысл и истинная задача Вашингтона это любой ценой развязать конфликты на территории как можно большего количества мировых регионов. Почему? Потому что они сами находятся в дичайшей экономической ситуации, про внутреннюю политику США говорить не надо, вы все видите, люди ожесточены в отношении друг друга внутри США до крайнего предела. И конечно противостояние на европейском континенте стран, которые уже имеют опыт десятилетиями сотрудничества это вообще заветная мечта в Вашингтоне. Собственно говоря, именно на это все и нацелено. Стравливали европейские страны и к сожалению продолжают это делать американские политики. Спасибо большое. Еще один вопрос. Десять дней назад в ночь с 15 на 16 января в молдавском городе Дельце было сорвано информационное панно, установленное на улице маршала Советского Союза региона Малиновского. Вот как бы вы могли прокомментировать очередной вандализм в Молдаве? Да, вы знаете, я хочу сказать, что к счастью 18 января силами, как я понимаю, неравнодушных активистов информационная табличка была возвращена на свое законное место и была установлена еще одна на улице, носящая имя Родиона Малиновского. Поэтому это действительно по-настоящему счастье, когда при ответе на вопрос можно уже приводить и те контрмеры, которые предпринимаются в ответ на такое расчеловечивание. Это поступок, я имею в виду возвращение и не просто таблички, это возвращение исторической памяти. Он достоин уважения. Я напомню, я не знаю, надо это делать, но я все-таки это сделаю. Имя героя Великой Отечественной войны Родиона Малиновского неразрывно связано с Молдавской землей. Родион Яковлевич встретил войну в июне 1941 года в должности командира 48-го стрелкового корпуса Одесского военного округа. Он был дислоцирован, я имею в виду округ, в молдавском городе Бельце, и через несколько месяцев под его управлением находились уже войска всего Южного фронта. Маршал участвовал в Сталинградской битве, провел ряд крупных наступательных операций, в том числе знаменитую Яско-Кишиневскую, по итогам которой стало возможным освобождение молдавской земли от немецко-румынской фашистской оккупации в августе 1944 года. Выставление памятного панно о заслугах маршала Родиона Малиновского еще раз говорит о том, что молдаване помнят нашу общую историю, чтят героев, которые спасли их страну от уничтожения жителей от нацистского рабства. Это, возможно, стало, я имею в виду вот эти самые варварские действия стали возможными в том числе, потому что власти в Кишиневе сейчас проводят не просто русофобскую политику, а политику по стиранию памяти у собственного населения. А для чего это нужно? Цель та же, как и во времена Великой Отечественной и Второй мировой, сделать людей послушным, управляемым материалом, избавить, как они считают, людей от образа человека творящего, думающего, имеющего свободную волю, превратив его вот в такое послушное орудие, вот для этого вымарывается история. Но я надеюсь, что ее просто невозможно, невозможно вырубить, невозможно стереть и невозможно отменить у граждан Молдавии, у молдаван, потому что это их код исторический, культурный, цивилизационный, это то, что составляет их ту самую национальную гордость, истинную национальную гордость, потому что они боролись не только за свою землю и не только за свою культуру и историю, они боролись с общим мировым злом. Идем дальше. Если у вас нет вопросов, с нами Лирия Новости. Здравствуйте, да, у нас один вопрос, касается вопроса вступления Швеции в НАТО. Парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. Как вообще Москва оценивает этот шаг со стороны Анкары, а также собственно само грядущее вступление Швеции в Североатлантический Альянс? Членство Швеции в НАТО крайне негативно скажется на уровне стабильности в Северной Европе, в Балтийском регионе. И отказ от многолетней политики военного неприсоединения и вступления в ряды откровенно враждебного к России блока вряд ли усилит у простых шведов чувство защищенности. Ослабление нашей безопасности мы не допустим, об этом российская руководство неоднократно заявляла. Мы будем предпринимать ответные меры политического военно-технического характера в целях купирования угроз обороноспособности нашей страны. С конкретным содержанием определимся в зависимости от того, какие будут приняты меры в рамках интеграции Швеции в НАТО, включая возможное размещение на территории этой страны ударных натовских систем вооружения и сил. Спасибо большое за ответ. вас идем дальше, с нами Ли спутник. Добрый день, Мария Владимировна. Здравствуйте. Вопрос такой. Часы судного дня, которые символизируют напряженность ситуации в мире в 2024 году, оставили на отметке 90 секунд до ядерной полуночи. Стрелку переводить не стали. На ваш взгляд, будет ли расти напряжение в мире в этом году? Вы знаете, мне кажется, такой образ, метафора, символика имеет, безусловно, право на существование, но все-таки мы оперируем конкретными цифрами, фактами, прогнозами даже. Но я бы поэтому сказала, вот не столько в такой аллегорической манере ответила на ваш вопрос, а просто сказала бы о том, что, к сожалению, за прошедшие, важно, даже месяцы или будь то годы, за последнее время, мы не видели ничего, что работало бы в обратном направлении. То есть, то, что помогло бы миру стать стабильнее, безопаснее, чтобы мир стал по-настоящему предсказуемым, в хорошем смысле этого слова, не скучным, именно предсказуемым, чтобы доверие и безопасность вновь стали характеристиками современных международных отношений, чтобы вернулась тенденция на глобальное построение отношений уважения, дружбы, мира между странами и народами. Мы ничего из этого не наблюдаем. Мы наблюдаем, к сожалению, разрушение существующей системы, удар в основной приходится на международное право, и при этом ничего адекватного взамен не то, что не предоставляется, а даже не продумывается. Был единственно вброшен вот этот тезис о миропорядке, основанном на правилах. Как вы понимаете, правил нет, есть только одно правило сильного, но эта тенденция себя тут же дискредитировала, и мировое большинство начало осознавать, к чему готовится вот этот самый миропорядок, основанный на правилах, к чему его навязывают, потому что это возвращение к временам колониализма, империализма, так сказать, доминирования одного над всеми. Поэтому еще раз хочу сказать, мы изо всех сил на всех фронтах боремся за мир более справедливый, за мир, основанный на международном праве, мы боремся против неоколониализма, всех видов ксенофобии, сегрегации и нетерпимости, которые, опять же, являются проявлением доминирования одной нации, одного народа или одной страны над другими безосновательно и незаконно. Мы делаем все от нас зависящее. Еще раз подчеркну, во всех областях, на всех фронтах. Спасибо большое. Вам спасибо. Идем далее. С нами Ленюс.ру портал. Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. Михаил Розен, информационный портал news.ru. У нас три вопроса. министр иностранных дел Армении Арарат Мирзаян намекнул на возможность передать Азербайджану новые карты минных полей в дополнение к уже переданным, но только уже посредством международных партнеров. Готова ли Москва по-прежнему стать таким партнером? Есть ли соответствующие сигналы из Еревана? Вы знаете, Москва остается и партнером Еревана и вносит решающий вклад в прекращение боевых действий. В частности, это произошло осенью 2020 года и вносит решающий вклад в предотвращение еще более тяжелого положения, можно даже сказать, поражения Армении. При этом мы всегда уделяли повышенное внимание гуманитарным вопросам армяно-азербайджанского регулирования. Россия активно оказывала содействие обменам военнопленных, удерживаемых лиц, поиску пропавших без вести, передачи карт минных полей. готовы продолжать эти усилия, которые ведут к достижению мира и стабильности на Южном Кавказе. Благодарю вас. Еще один вопрос. Как вы оцениваете реакцию других стран на гибель Ил-76 от украинского огня в Белгородской области? Как себе вели взрывежные партнеры на площадке форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене, когда российские дипломаты подняли эту тему? Вы знаете, эта реакция разная. Я бы ее, кстати говоря, здесь разделила на официальную реакцию и реакцию людей, потому что мы же говорим о том, что мейнстримовые СМИ просто замалчивают реакцию общественности и, соответственно, не информируют общественность о ключевых элементах международных отношений и вообще происходящих событий. Если говорить о коллективном Западе, это сумасшедший, большая реакция, потому что только безумные люди могут приветствовать или одобрять, или оправдывать, или относиться с пониманием к терактам. Только люди, не имеющие либо ума, либо люди, даже не то, что утратившие совесть, а в принципе, аморальные, могут позволить себе заявлять поддержку тем, кто осуществляет террористические акты или акты экстремизма и еще при этом радуются им подобным успехам. Мы видим, как многие буквально проигнорировали эту информацию, сделав вид, что опять не видели, не слышали, не понимают или им необходимо временное изучение. я просто приведу опять же такую возможность для проверки, как проверять, искренне ли страны или их правительство, когда говорят о том, что им необходимо большее время для изучения вопроса. Вот если по другим ситуациям эти же политические и государственные деятели говорят о том, что им нужно больше времени на изучение вопроса, тогда и в этом конкретном случае они имели право так заявлять. А вот если в других случаях, для, например, обвинения России по тем же самым надуманным историям Солсбери или обвинения правительства Сирии в применении химического оружия или, не знаю, вспомните миллион примеров, им не требовалось ничего для проверки, и они буквально в течение нескольких часов не то, что делали обвинительные заключения или заявления, а принимали решения, на основе которых вводили санкции, высылали дипломатов и, не знаю, требовали такого же от других, тогда это уже просто не двойные стандарты и не лицемерие, а это уже их собственный какой-то полураспад, потому что одни и те же люди не могут диаметрально противоположно относиться к событиям в мире, понимаете, такого не может быть, могут быть разные оценки, но не может быть системы проведения анализа для того, чтобы сделать соответствующие оценки и прийти к соответствующим выводам абсолютно противоположными. методология это должна быть одна и та же, объективность, основа на факты, запрос дополнительной информации, если нужна она, но вот такого дисбаланса в такой короткий срок или в такие сжатые временные рамки, честно говоря, я давно не видела. Когда им надо, они выносят, еще раз говорю, буквально обвинительные заключения и принимают решения с какой-то космической скоростью, а когда им не надо, они растягивают этот процесс и говорят, что нужно времени очень много или больше, а потом в принципе не возвращаются к этой теме. Ну, посмотрите, да, вот я сейчас говорила о ситуации в Солсбере, с Эймсбере, история Скрипалей, Новичка и так далее. Что было тогда сделано? В течение нескольких часов обращения премьер-министра Британии, выступления в британском парламенте, решительные действия, как они говорили, по защите национальной безопасности, высылка дипломатов, встречи в рамках НАТО и, опять же, требования от других стран-членов НАТО по высылке российских дипломатов. Все буквально в течение нескольких часов было определено, где эти экспертизы проводились, как вообще партнеры информировались и им направлялись фактологические данные, никто ничего не говорит. моментально все было сделано. Еще раз говорю, повторю, вновь несколько часов тире дней понадобилось для того, чтобы все обнаружить, расследовать, провести экспертизу, извините меня, как они заявляли, химического, боевого, отравляющего вещества, принять меры, их реализовать. а здесь опять есть необходимость в большем получении информации или получении большей информации. Ведь они же никогда не вернутся к этой теме. Хорошо, вы скажете, может быть, нерелевантный я привела пример. Давайте я приведу еще один пример. Вы помните драматургию, которую западные страны развернули в отношении посадки самолета западной же авиационной кампании на территории Беларуси в связи с появлением сигнала тревоги о возможном нахождении каких-то незаконных предметов. В общем, была угроза совершения теракта, угроза безопасности. И самолет совершил посадку. Вы помните, что у какой вакханалии устроили в отношении этого самолета? Все были живы, все были здоровы. Все было в рамках правовых норм. От А до Я побежали в ИКАО, побежали опять к натовским микрофонам, обвинили всех во всем, требовали заседаний, оказывали давление западной страны, лишь бы только навязать вот этот ярлык или вот это ощущение виновности Минска мировой аудитории. Когда это было, напомните мне, это было даже не в 23-м и даже не в 22-м году. Вот представьте, сколько времени прошло? Какая была истерика, в общественном сознании закрепили на информационно-психологическом уровне некий, как они говорят, факт виновности Беларуси, и столько времени не могут понять, а что же произошло на самом деле, хотя все прекрасно понимают. Представляете, вот он уровень цинизма, когда им нужно обвинительные приговоры выносятся в виде заявлений, политических решений, в виде предпринимаемых на международных площадках шагов моментально, потом, когда общественность в общем-то требует, справедливо требует каких-то доказательств, все это размазывается в виде неких следствий расследований, заседаний, подзаседаний, комиссий, комитетов, исполнительных органов на годы и ни к чему не приводит. Ни к чему. Здесь то же самое. То же самое побучие. Нужен был эффект разорвавшейся бомбы информационной в первые дни и бесконечное цитирование, цитирование, цитирование и ссылки на те события. А что там произошло, а это уже не важно. Это уже никого не интересует с точки зрения западного, как они говорят, нарратива. Спасибо вам большое, Мария Владимировна. Еще последний вопрос. Власти США дали штату Техас крайний срок пятницы, чтобы разрешить федеральному пограничному патрулю войти в парк Шелби на Игл Пасс на границе с Мексикой. Как вы считаете, если начнется масштабный конфликт с массовыми нарушениями права человека, стоит ли России поддержать Техас в этом конфликте? Все-таки это, мне кажется, вопрос внутренний в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что они обязаны его решить внутренними способами или методами. мне кажется, но если вы говорите о правах человека, то, безусловно, учитывая, что именно Соединенные Штаты Америки эту тему сделали, так сказать, трансграничной и настолько международной, что она с точки зрения Вашингтона может свободно обходить суверенитет и независимость государств, я думаю, пристальное внимание к этой проблематике более чем уместно. Спасибо большое, Мария Владимировна. Вам спасибо. Так, с нами Ли Домовский пост. Да, добрый день. Здравствуйте. Значит, у нас осталось два вопроса. Здорово. Меня слышно, да? Да, да, да. Кишинев динонсировал 9 соглашений в рамках СНГ. Расторгнут договор о согласованной политике в области транзита природного газа от 3 ноября 95-го года. Как это повлияет на Приднестровье и какова ситуация с выплатой долгов Молдавии за поставленный газ? Вы знаете, не видим связи между планируемым выходом Кишинева из упомянного соглашения 95-го года и поставками российского газа в Приднестровье. Россия, напомню, вышла из данного международного договора в феврале 2008-го года. Что касается задолженности Молдавии перед Газпромом, мы неоднократно комментировали всю ситуацию, изменений нет. Я хотела бы напомнить, в октябре 2021-го года состоялись переговоры между Газпромом и представителями правительства Молдавии по поставкам газа. Российский оператор на тот момент в очередной раз доказал готовность на деле учитывать интересы Молдавии и принял все предложения Кишинева. Был подписан протокол, содержащий ряд обязательств молдавской стороны, в том числе по аудиту исторической задолженности. Она, по факту, ни одна договоренность с молдавскими властями до сих пор не выполнена. И в сентябре 2023-го года Минэнерго Молдавии опубликовала так называемый, как они назвали это, отчет аудита исторической задолженности, на основе которого молдавские власти заявили о фактическом отсутствии долга. Однако указанный отчет не соответствует международным стандартам и требованиям независимости аудита. Он не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа, а содержащиеся в нем выводы также не могут влиять на размер и обоснованность долга, который подтвержден как документально, так и документами и решениями международного арбитража. Соответственно, в этой связи вновь обращаем внимание на то, что Газпром является надежным поставщиком энергоресурсов и призываем официально Кишинев проявить аналогичный ответственный подход к выполнению своих обязательств. Еще один вопрос опять же в Молдавии связан. В Молдавии расторгло два соглашения о военных наблюдателях и коллективных силах по поддержанию мира от марта и августа 1992 года. Как это отразится на статусе российских миротворцев в Приднестровье? Спасибо. Упомянутые вам документы, из которых Молдавия намерена выйти, они были подписаны в рамках СНГ. Что касается миротворческой операции на Днестре, то правовой базой ее проведения является соглашение о принципах мирного регулирования вооруженного конфликта в Приднестровье в регионе Республики Молдова. Оно было подписано 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. Российские миротворцы были введены в регион 29 июля 1992 года и находятся на левом берегу Днестра в соответствии со статьями 2 и 4 этого документа. И вместе с молдавским и приднестровским контингентами они входят в состав совместных миротворческих сил. Мандат миротворческой операции четко увязывает продолжительность участия в ней России с выходом на политические договоренности об урегулировании Приднестровского конфликта и до их достижения еще, как вы понимаете, далеко. Российская оппозиция неизмена. Она заключается в том, что миротворцы уже более 30 лет обеспечивают мир на Днестре и они должны продолжать свою миссию. А то, что ситуация вокруг Приднестровья стараниями русофобского режима чревата новыми обострениями, это только подтверждает необходимость продолжения этой миротворческой миссии. Спасибо. Ну, вы понимаете, вот, кстати, два ваших вопроса они связаны не только тем, что речь идет о Молдавии, они связаны в большей степени принципам, на которых действуют прозападные силы. Вот вы понимаете, брали энергоресурсы, за это задолжали. В один момент сказали, что никому ничего не должны, потому что заново все посчитали. А здесь как верить на слово или даже верить тем документам, которые подписаны. Они же в один момент скажут, если изменится ситуация, что никому ничего не обязаны и никому ничего не должны. И все ссылки на документы, они скажут, что ничтожны. Вот понимаете, о чем идет речь? И это, кстати говоря, к сожалению, становится принципом всего того, чего касается рука коллективного Запада. А нынешнего правительства и руководства Молдавии западная рука более чем коснулась. Я бы сказала, внедрилась внутрь. С нами ли идем далее медиакорпорация Китая? Да, Мария Владимировна, добрый день. У нас сегодня два вопроса. Сегодня уже много цитировали Йенса Столтенберга, который недавно заявил, что не видит прямой угрозы для Альянса со стороны России. Это с одной стороны. А с другой стороны, у НАТО недавно начались крупнейшие за последние десятилетия военные учения. В дословном переводе они называются «стойкий защитник». И вот если Столтенберг говорит, что не видит угрозы России, то от кого учатся защищаться, по-вашему? И планирует ли как-то Россия на эти учения реагировать? Но я только что это все прокомментировала, они не учатся защищаться, они учатся только расширяться, и они учатся нападать. И они не нападают только тогда, когда понимают, что им будет дан отпор. Вот и все. То есть тут понятно, по новейшей истории и по истории последних десятилетий стратегия очевидна. Помимо всего прочего, им нужно каким-то образом, как я уже сказала, информационно-политически отвлечь население от провальной ситуации на Украине для провальной для Запада. Им нужно каким-то образом мобилизовать собственную экономику, вытащить ее из рецессии. Как это можно сделать? Командно-административными рычагами, потому что их либеральная система экономическая не работает, она перестала работать. Она загнала саму себя в нынешнюю ситуацию. Из-за, опять же, действий Запада, потому что они сами разрушали все либеральные основы экономики введением санкций, ручным управлением, доминантой политики над экономикой и так далее, и так далее. Соответственно, вот эти элементы, так сказать, командно-административного реанимирования экономики увязываются с военно-политическими вопросами и так далее, и так далее. Вот какая наша реакция будет? Я уже об этом сказала. Спасибо. И второй вопрос. Недавно пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала белую книгу, она называется «Правовая система и практика Китая по борьбе с терроризмом». Вообще, это первый официальный документ Китая, где систематически рассматривается эта тема, и в ней, среди прочего, говорится, что, я процитирую, некоторые страны применяют двойные стандарты в вопросах борьбы с терроризмом, политизируя при этом права человека, используя их в качестве оружия для нападения на антитеррористические действия других станков. Сегодня, очевидно, ситуация с террористическими проявлениями усугубляется. Каковы, по вашему мнению, причины этому, во-первых, и как вы оцениваете контртеррористические действия Китая? Вы знаете, появление такого документа весьма своевременно и отражает схожие с российскими ключевые оценки угроз нарастающих в мире и в условиях деградации международной системы террористической безопасности или контртеррористической безопасности. Мы плотно работаем с китайскими партнерами на различных профильных площадках. Это и ООН, и БРИКС, и ШОС, конечно, и развивает двустороннее контртеррористическое сотрудничество. И мы с уверенностью можем сказать, что Китай и Россия последовательно выстраивают линию, нацеленную на борьбу с терроризмом на основе международного права без ущерба интересам друг друга или других государств. Вот это нельзя сказать о коллективном Западе, прежде всего, нельзя сказать о США и его западных союзниках. Я помню те времена, когда США провозгласили себя буквально лидерами в борьбе с терроризмом, с мировым терроризмом. Мало того, они себя объявили еще неким поставщиком антитеррористических стандартов. Они вырабатывали международно-правые документы, они проявляли такую активность в международных делах на этой НИВе. А сегодня они уже не скрывая поддерживают террористические сети по всему миру, превращают контртеррор в инструмент достижения своих геополитических или политических интересов. Ну и сколько уже вскрылась информации о том, как Запад и в первую очередь США, Британия спонсируют террористические экстремистские ячейки, называют их умеренными, называют их продвигающими их интересы в регионах и так далее, и так далее. И пытаясь сохранить усказающее доминирование, создают с этой целью контролируемый хаос в различных регионах, в том числе используя и, как я уже сказала, вот эти террористические элементы. В настоящий момент очевидно, что Вашингтон и союзники Вашингтона не справились с ролью мирового гаранта безопасности. Их рецепты борьбы с терроризмом все больше отражают политический цинизм и преступную безответственность. И подтверждение этому, пожалуйста, ситуация в Афганистане, не просто ситуация, давайте назовем вещи своими словами, позорное бегство США из Афганистана, провал на Ближнем Востоке, причем это не просто провал, а это катастрофа, которую они же спровоцировали. Та же самая поддержка киевского режима неонацистского на Украине, которая использует теперь уже террористические методы совершенно открыто. Это и блокирование международных усилий на антитеррористическом направлении, с их подменой политикой двойных стандартов, угоду внутриполитической конъюнктуре. То есть доказательств очень много. Опубликованный китайскими коллегами документ является важным сигналом всем конструктивным силам к сплочению, к системной работе по обеспечению глобальной безопасности, стабильности, формированию справедливого, устойчивого многополярного мира с опорным международным правом, уважением государственного суверенитета, как это отражено в решениях соответствующих. Спасибо большое. Так, с нами ли Рейтер? Мария Владимировна, добрый вечер. Здравствуйте. Рейтер с вами. Два вопроса. Первый вы уже касались сегодня в ходе вашего брифинга, но тем не менее парламент Турции одобрил уступление Швеции в НАТО. Буквально в среду в ходе разговора с Йенсом Столтенбергом венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что правительство Венгрии будет призывать свой парламент ратифицировать участие Швеции в Североатлантическом альянсе. Вот подобного рода решения и такого рода высказывания со стороны лидеров стран, которые достаточно часто выступают исходя из своих собственных национальных интересов и не всегда слушают Вашингтон и Брюссель. Вот как МИД России расценивает подобные действия? Вы считаете, мы когда-то забывали о том, что в НАТО командно-административная система, причем такая близкая к тоталитарной? Ну, возможно, кстати, в конце 80-х и в начале 90-х такая иллюзия была, а потом все как-то, знаете, очнулись от этого сна. И говорим об этом, сначала говорили, так сказать, доверительно, в том числе и с НАТО, потом начали говорить уже открыто, публично, и всегда исходим из этого, что командно-административная тоталитарная система, похожая, по-моему, уже даже на секту существует внутри НАТОвского блока, и мы об этом всегда помним. А по участию Швеции в НАТО я только что уже подробно дала информацию. Еще у вас есть ли вопросы? Да, спасибо вам большое. Второй вопрос. В декабре прошлого года Сергей Викторович по итогам переговоров со своим индийским коллегой говорил о том, что стороны России и Индии обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и в частности договорились о совместном производстве современных вооружений. Могли бы вы уточнить о производстве каких вооружений идет речь и подписаны ли какие-то конкретные соглашения и контракты? Да, вы понимаете, Министерство иностранных дел занимается координацией при реализации стороной внешней политики и, можно сказать, в том числе и в публичной сфере сводят итоги работы по различным направлениям. Но реальными проектами занимаются конкретные ведомства. В частности, вы говорите о военно-промышленном комплексе, это в первую очередь Минобороны, но и соответствующие подведомственные структуры и вся система ВПК промышленности и производства. Также хочу напомнить, что примерно в 2000 году была создана Российско-Индийская межправительная комиссия по именно военно-техническому сотрудничеству. Ее возглавляет министр обороны и основная ее цель – координация процесса военно-технического сотрудничества между Россией и Индии. Поэтому детали, номинал, номенклатура, даты, объемы, контракты и так далее – это все-таки к этим ведомствам. Если вам нужно помочь с контактами, мы это с удовольствием сделаем. Спасибо вам большое, Варьи Валюшевна. С нами ли радио «Сага»? Да. Хаукур Хоксон, радио «Сага» Исландия. Да, здравствуйте. Добрый день. Да, здравствуйте. Как складывается отношение России с фиканским континентом, в частности с государствами Западной Африки, после смены правительств в ряд стран, таких как ЦАР, Центральная Африканская Республика Нигер, Тиат, Мали, Буркино-Фасо и другие? И могли вы, пожалуйста, комментировать более подробно высказывания где он говорил о предложении или некой стельке не англоговорящей страны на предмет государственных интересов в данном регионе. Так, еще раз, вот последняя часть. Сергей Сергеевич Голов говорил на своей пресс-конференции 18-го всего месяца о некой стельке, которая в кавычке открывается не англоговорящая страна из Европы в кавычке закрывается предложила России некую стельку на предмет общих интересов в данном регионе, где приходили в последнее время новые правительства. Вы могли более подробно это объяснить? Ну, если... Да, давайте начнем с Африки. Ну, во-первых, у нас по итогам проведения второго саммита Россия-Африка была принята развернутая совместная декларация. В ней указано то, как мы будем наши отношения развивать. Вы упомянули несколько стран на Нигер, Чад, Бурген-Афасо. Я готова вам просто предоставить справочный материал по нашему сотрудничеству по целому ряду направлений. Я это обязательно сделаю. Теперь по поводу высказывания... Да, ну, я могу еще в общем сказать, что мы, кстати говоря, достаточно оперативно откликнулись на просьбы лидеров Бурген-Афасо и Нигера об оказании поддержки в противостоянии терроризму, экстремизму, безвозмездных и льготных поставках зерна, удобрений, нефтепродуктов, обучения специалистов. Мы видим и благодарную заинтересованную реакцию, которая свидетельствует об эффективности оказанного содействия и хороших перспективах развития двустороннего сотрудничества. Я обязательно, по-моему, вы еще и ЦАР называли, обязательно вам предоставлю более подробный материал дополнительно. Мне кажется, что я, честно говоря, не очень хорошо поняла ваш вопрос, потому что мне нечего добавить тому, что сказал министр. Может быть, вы как-то мне дополнительно его развернете, и я смогу тогда в большей степени уточнить, о чем идет речь. Давайте тогда, может быть, вы индивидуально его сформулируете, мне отправите, и я пойму, что... Потому что я могу только еще раз процитировать Сергея Юрьевича Лаврова. Если у вас есть какие-то более детальные желания что-то детально уточнить, я с удовольствием это сделаю. Хорошо, спасибо. Да. Так, идем дальше. С нами ли телеканал Большая Азия. Мария Владимировна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Весь мидал, как недавно в ходе среднепероприятий СовбезООН в Нью-Йорке к Сергею Викторовичу Лаврову, выстроилась очередь из его коллег из разных стран, в том числе и азиатских. И на этом фоне, как вы оцениваете итоги переговоров министра с азиатскими партнерами в Нью-Йорке и общую значимость азиатской провестки в текущей работе Медроссии. Спасибо. Вы знаете, все-таки мне кажется, что нужно уходить от таких сравнений, очередь выстроилась и так далее по одной простой причине, потому что у нас нет ощущения какого-то неравноправия в диалоге. У нас есть совместное желание развивать отношения с теми, с кем это можно сделать на взаимоуважительной, взаимовыгодной основе, на основе международного права, двусторонних документов, которые регламентируют наше сотрудничество. Понимаете, я понимаю, о чем вы говорите. Я так думаю, что контекст или подтекст следующий, что на фоне заявлений об изоляции России мы видим повальный интерес к России, разных стран, континентов, народов и так далее. С этим соглашусь. Но про очередь, мне кажется, это не очень правильно говорить. У нас были предложения и у нас были просьбы о встречах. Мы эти встречи организовали, провели, опять же, все традиционно, согласно канонам дипломатии и так далее. Каков результат? Были обсуждены двусторонние, многосторонние вопросы, были в каких-то случаях оговорены даты контактов, в каких-то случаях подведены итоги прошедших контактов на соответствующем уровне. То есть, каждая встреча, она самоценна и представляет особый для нас интересов. Если вы хотите в целом, чтобы я о чем-то сказала конкретном, вот тогда сформулируйте, опять же, о какой конкретной стране вам хотелось бы услышать наши оценки этой встречи. Хотя, все было в сообщениях для СМИ. Все, в общем, ключи, понятно, спасибо. Спасибо вам. Так, с нами ли российский сейчас скажу, сейчас российский вектор стратегического назначения. Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. Русский вектор стратегического назначения. Я вас поправлю. Извините, пожалуйста. Информационное агентство. Да, у нас четыре вопроса. Да, пожалуйста. Первый. Посол Китая во Франции Лушае, отвечая на вопрос ведущего телеканала Ля Шенафу, заявил, что республики бывшего СССР не имеют действующего эффективного статуса в соответствии с международным правом. Поэтому не существует международного соглашения, реализующего их суверенный статус. Согласен ли МИД России с высказыванием посла Китая во Франции? Вы знаете, я все-таки схожу из того, что мы действуем на основе нашего национального законодательства, которое регламентирует наши отношения как с бывшими республиками, квалифицирует эти отношения как отношения суверенных государств и также регламентирует наш статус также как продолжатель Советского Союза и суверенного государства. И я с уважением отношусь к различным точкам зрения политологов, историков, экспертов, которые возвращаются к тому периоду, рассматривают документы, ищут какие-то или противоречия, или наоборот ответы на вопросы. Это сколько угодно, пожалуйста, но у нас есть регламентирующие работы внешнеполитического ведомства и в целом государства документа, причем не только работу регламентирующей, но и отношения нас как суверенных государств. Спасибо. Второй вопрос. Чем руководствуется МИД России в своей деятельности? Международными нормами и правилами или законами Российской Федерации? Вот здесь никакого противопоставления нет и быть не может. Дело в том, что у нас опубликован документ концепции внешней политики, другие документы, там все четко сказано. В соответствии с пунктом 4 раздела 1 положение о Министерстве иностранных дел России, а это положение было утверждено указом президента нашей страны от 11 июля 2004 года номер 865. Вот прямая цитата. МИД России в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также настоящим положением. Конец цитата. А согласно Конституции нашей страны общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью правовой системы нашей страны. Конституции мы, собственно говоря, и руководствуемся. Спасибо. Вам спасибо. Третий вопрос. Давайте. ООН стоит на трех основах. Нерушимость границ, право нации на самоопределение, суверенитет государств. Будет ли мир многополярным? Или мы так и будем жить с одним центром власти, с одним центром принятия решений в Вашингтоне, округ Колумбия, так как мир сегодня однополярный? Будет мир многополярным. Он уже многополярен. Он сейчас оформляет это в виде реальности, в виде новых реалий, которые требуют и законодательной, и правовой платформы, и в виде экономических связей. Вот такой однозначный ответ. Спасибо. И последний вопрос. Пожалуйста. В Москве в резиденции посла Канады 17 января проходила встреча с членом мемориала Яном Рачинским. Ян Рачинского тепло встречал массовый митинг национально-особоидное движение, и возникает вопрос, а почему такие граждане свободно перемещаются по нашей стране? Напомним, мемориал включен в список НКО, выполняющих функции иностранного агента по решению Министерства юстиции Российской Федерации. Планирует ли МИД вводить в отношение таких лиц, как Ян Рачинский, которые работают на другие государства, какие-либо ограничения? Вы знаете, мне кажется, что вы затронули тему нашего внутреннего законодательства, и поэтому вам обращаться надо в правоохранительные структуры, если вы видите несоблюдение на территории Российской Федерации законов Российской Федерации. Это к российским правоохранительным или судебным органам. Спасибо, у нас все. Спасибо. Но я еще раз посмотрю на эту тему. Может быть, есть какой-то наш угол, но то, как вы задали вопрос, я уже на него ответила. С нами Леона Далу. Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. У нас такой вопрос. Международный суд ООН вынес промежуточное решение по иску Южной Африки к Израилю и потребовал принять все меры, чтобы предотвратить акты геноцида. Не могли бы вы прокомментировать это решение? Я обязательно это сделаю с опорой на мнение наших юристов, которые его сейчас готовят. Спасибо большое. Тогда у нас второй вопрос еще есть. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, операция США и коалиции в Красном море, не является ли она попыткой отвлечь внимание от действий Израиля в Газе? Мне кажется, это не столько попытка отвлечь внимание, сколько еще один дополнительный акт по реализации политики хаоса. и по дестабилизации ситуации в регионе, для того, чтобы уже дальше, так обычно действует США, начать действия в их понимании интересов на данный момент, их же интересов. К сожалению, это их традиционная схема. И последний вопрос у нас касается недавнего теракта в Иране. Ответственность за взрыв в Иранском Кермании взяли представители ИГИЛ Харасан из Таджикистана. Считает ли Россия, что ИГИЛ Харасан укрепляется в Таджикистане и представляет ли это угрозу для Москвы? Как террористы с Ближнего Востока попадают в Центральную Азию, включая Афганистан? Насколько нам известно, ответственность за теракт в Иранском Кермании взяла на себя афганская ячейка запрещенной ИГИЛ, так называемой ИГИЛ Вилаят Харасан. Ничего мне не известно о связи этой ячейки с Таджикистаном, кроме того, что один из двух смертников, как сообщают в Иране, был выходцем из этой страны, из Таджикистана. Еще раз хочу подчеркнуть, об этом говорят иранские источники. Что касается ИГИЛ Вилаят Харасан, это афганское крыло террористической группировки запрещенной ИГИЛ, оно насчитывает примерно 4-5-6 тысяч человек, включая членов семей на территории Афганистана. Террористы-ИГИЛовцы представляют угрозу безопасности не только этой стране, но и региону в целом. Обстановка в Афганистане и на таджико-афганской границе находится в фокусе нашего самого пристального внимания. Москва и Душанбе поддерживают интенсивные контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб, дипломатических представительств в рамках многосторонних региональных площадок это и московский формат, консультация по Афганистану ДКБ, ШОС, механизм стран-соседей Афганистана и так далее. Своей стороны, Российская Федерация оказывает существенную помощь в укреплении обороноспособности дружной нам страны. Важным фактором поддержания стабильности в Центральной Азии и на южных рубежах ДКБ выступает дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база. Её боеспособность обеспечивается на непрерывной основе. На постоянной основе на международных площадках мы обращаем внимание на необходимость предупреждения угрозы распространения террористических экстремистских элементов, в том числе и с афганской территории, в соседние государства в Центральной Азии и в Центральной Азии в частности. И при этом террористы из Ближнего Востока могут попадать в этот регион при содействии третьих стран, о чём мы тоже неоднократно говорили. Спасибо. С нами ли Курдистан-24? Меня слышно? Да. Уважаемая Мария Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Устарий Мухаммад из телеканала Курдистан-24. Ночью 15 января Иран выпустил несколько баллистических ракет по гражданским жилым домам в Эрбиле. В результате погибли четыре мирных жителей и ещё шесть человек получили раненые. Скажите, пожалуйста, какова позиция России в отношении атаков Ирана на иракский Курдистан? Мы уже комментировали это в ходе брифинга 17 января. Я могу повторить, мы убеждены в важности продолжения бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками, где бы они ни находились и вместе с тем считаем, что проведение любых контртеррористических операций на территории других государств допустимо только по согласованию и в координации с правительствами этих стран, а именно речь идёт о дружественных нам Сирии и Ираке. Такой подход, помимо прочего, позволит минимизировать жертвы среди мирного населения и также свести на нет гуманитарные риски. Спасибо. Идём дальше. С нами Ливи Релк. Добрый день, Мария Владимировна. Здравствуйте. У меня сегодня два вопроса. Первый вопрос. Президент Азербайджана недавно распорядился отметить 140-летний юбилей Маммеда Эмина Расул Заде. Это один из основателей Азербайджанской республики, но при этом очень активно сотрудничал с нацистами. В годы Великой Честной войны участвовал в создании Азербайджанского легиона, который воевал против Советского Союза. Хочется узнать ваше мнение. Мы довели до азербайджанской стороны наши оценки на этот счёт и находимся с ними ВКонтакте. Спасибо. И второй вопрос. В ходе своей пресс-конференции 23 января министр иностранных дел Армения Радмирзам прокомментировал заявление. Российских официальных лиц о том, что причиной захвата Азербайджаном Нагорного Карабаха стали пражские договоренности Армении. Он призвал российских коллег правильно представлять причинно-следственные связи и хронологическую последственность и не предъявлять армянской стороне обвинения, в которых армянская сторона не виновата. Он напомнил, что пражским договоренностям предшествовало согласие Армении на российский план и отказ Азербайджана от российского плана урегулирования, а затем последовала агрессия Азербайджана, на которой, по его словам, Армения не получила, хотя обращалась за помощью, не получила помощь в России, как в рамках ОДКБ, так и двусторонних соглашений. Вы знаете, и содержание, и тональность итоговой пресс-конференции Арарата Самвиловича не могут не вызывать сожаления, и вместо того, чтобы сделать объективные выводы, и в частности выводы из собственных ошибок и просчетов, предпринята очередная попытка возложить всю ответственность на Россию, а это не имеет под собой никаких оснований, потому что это ошибки не наши, это ошибки, к сожалению, я должна это сказать, официального Еревана. Кстати, все это относится и применительно к отношениям с нашей страной, так и в контексте армяно-азербайджанской нормализации. Детальный разбор интервью я думаю, что лишен какого-либо практического смысла, поскольку почти в каждой части этих заявлений можно наткнуться на искажение, передергивание фактов. Я отфиксирую лишь ряд моментов, хотя, может быть, мы действительно опубликуем письменно, помимо брифинга и помимо текста брифинга, еще и дополнительный материал на этот счет. Например, ложными являются утверждения главы армянской дипломатии о том, что только в августе 2022 года якобы российская сторона предложила отложить на потом вопрос статуса Нагорного Карабаха. Знаете, прекрасно известно, что с такой формулировкой работали еще в рамках минской группы ОБСЕ. В трехстороннем формате так называемая джентльменская договоренность на этот счет была закреплена в ходе контактов лидеров России, Азербайджана и Армении в ноябре 2022 года, по итогам которых было принято трехстороннее заявление на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. Не соответствует действительности и интерпретация министров иностранных дел Армении событий вокруг обращения Еревана к России и ОДКБ в связи с обострением в приграничных районах Армении и Азербайджана в сентябре 2022 года. Получили тогда обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в соответствии с имеющимися двусторонними соглашениями. Состоялись российско-армянские консультации на различных уровнях в том числе по линии МИД по линии Медовороны а что касается ОДКБ то безотлагательно был созван Совет коллективной безопасности. В республику прибыли генсекретарь организации Станислав Зайс начальник объединенного штаба Анатолий Сидоров по итогам поездки было внесено предложение направить в Армению миссию ОДКБ если бы армянское руководство не замотало вопрос то такая миссия успешно функционировала бы на земле внося вклад в предотвращении инцидентов. Что было сделано вместо этого в Ереване? Там решили действовать иначе. Позвали ЕСовских наблюдателей а главной задачей этих товарищей является сбор разведданных разведывательной информации об о таких вопросах как связанные с действиями политикой России и Ирана. Не является тайной то что боестолкновением на границе в сентябре 22-го года предшествовал саммит лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе под эгидой лично председателя Евросовета Шарля Мишеля 31 августа 22-го года то есть если следовать логике Арарата Мирзаяна о неких причинно-следственных связях эта брюссельская встреча не смогла снять разногласия между сторонами и стала причиной последовавшей эскалации. Мы видим противоречие и в словах о том что с одной стороны трехстороннее заявление от 9 ноября 20-го года как было сказано по большому счету не действует это прямая цитата но с другой стороны между тем же заявлением я имею ввиду тоже прямая цитата Армения привержена выполнению взятых на себя обязательств конец цитаты честно говоря можно удивляться только подобные словесные эквилибристики в расчете видимо возможно я не знаю сыграть на аудиторию понравиться западным партнерам не знаю может быть изобрести какую-то новую формулу я не могу сказать почему такие противоречия и почему такое несоответствие фактам мы услышали и увидели все это еще на фоне попытки монкировать отлаженную работу в трехстороннем формате я хотела бы также отметить что приглашение Арарату Самвелычу Мирзаяну на консультацию в Москву по проблематике мирного договора направлялись неоднократно начиная с сентября прошлого года ну и помимо всего прочего все это еще и обсуждалось в ходе двусторонних контактов на различных уровнях последний сигнал Верван был передан буквально несколько дней назад вам спасибо с нами ли голос отечества здравствуйте Мария Владимировна да добрый день здравствуйте да вот вопрос такой на чем зиждется суверенитет Украины если по закону 14.09 о выходе союзных республик из состава СССР от 90-го года выход не состоялся Украина не соблюла законную процедуру и на момент на момент 91-го года этот закон действовал да и сейчас вот нам не удалось найти никаких документов отменяющие действия этого закона почему Россия не идет по пути оспаривания суверенитета Украины например в суде ну вопрос вряд ли ко мне я думаю я думаю что возможно должны здесь помочь правовики юристы которые занимаются подобными вещами мы ведомство которое реализуем внешнеполитический курс утвержденный руководством государства причем мы работаем уже как вы понимаете на основе преемственности так сказать и в том числе и в этом вопросе достаточно долго но еще раз говорю в качестве дискуссионного с удовольствием задам этот вопрос нашим экспертам юристам а может у вас получится инициировать какое-то в этом направлении там обсуждение я не уверена что это вопрос МИДа вот не раз звучало в том числе и от президента что суверенитет Украины базируется на декларации о независимости а почему мы не инициируем процедуру восстановления единого отечества на основе международного права закрепленного в итогах Второй мировой войны Великой Отечественной войны для нас ведь международное право играет главенствующую роль по отношению к декларациям о независимости там например Вы знаете опять же в качестве дискуссионного можно здесь разговаривать сколько угодно могу повторить то что уже говорил на этот счет в статье 1 договор об основах отношений между РССР и УССР был подписан 19 ноября 1990 года две республики признали друг друга цитирую как там написано суверенными государствами договор 90-го года заменен договором о дружбе сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года статья 39 денонсирован Украиной и прекратил свои действия 1 апреля 2019 года но еще раз говорю с удовольствием наверное даже подготовил материал о том как не соблюдала Украина этот самый договор о дружбе спасибо и вот еще один вопрос тоже опять же продолжение почему мы не можем изменить военную доктрину и провести нацеливание наших ядерных стратегических ракет на города США как было это в Советском Союзе и США ведь тогда не позволяла развязывать войны по всему миру что нам мешает я думаю нам с вами в принципе ничего не мешает только просто она не будет иметь никакую силу потому что подготовкой изменением военных доктрин вопросами военного планирования занимается Министерство обороны Российской Федерации вам же как МИДу было бы гораздо эффективнее и успешнее бы вы могли вести переговоры на международной арене если бы США боялись вот в том же примерно в таком же русле действовал Советский Союз и США ничего не предпринимали войны не организовывали и так далее ну то что США не организовывали войны это мне кажется вы глубоко ошибаетесь и за время за период холодной войны им и столько было наорганизовано и военные перевороты и войны и конфликты под чужим флагом чего только не было простите меня и корейский полуостров и Вьетнам разве вы этого не знаете я думаю что вы это очень хорошо знаете по поводу того с чем нам было бы удобнее работать вы знаете этот список можно продолжить спасибо вам большое еще продолжим вот ведь на территорию Советского Союза они же вооружение не поставляли наемников не поставляли тут не воевали где-то во Вьетнаме там минуточку я советую всем и всегда в качестве обязательного ну хотя бы начать с этого посмотреть фильм обыкновенный фашизм это вы правильно говорите сразу после военное время когда все так сказать со всем определились мы были и союзниками и в то же время поделили так или иначе мир на ну по крайней мере Европу на зоны ответственности если не сказать влияние и Советский Союз был победителем в этой войне победив фашизм и нацизм и сразу же после окончания Великой Отечественной для нас Второй Мировой сразу же после создания даже организации объединенных наций с уставами с уставом ООН с закрепленными там принципами суверенитета невмешательства уважения и так далее и так далее после Нюрнбергского трибунала который заклеймил и посадил на скамью подсудимых и наказал и так далее началась диверсионная переброска именно тех самых которые изнутри должны были с точки зрения коллективного запада за этим стояли США через натовские структуры совершать соответствующие противоправные действия и акты на территории Советского Союза это только один пример только один пример почитайте западных воспоминания западных политиков была кстати говоря очень откровенно этот счет и Хилари Клинтон сколько они денег потратили на подрывную работу в отношении Советского Союза это к вопросу о том что они ничем таким не занимались еще как занимались и на этом если больше нет вопросов я завершаю сегодняшний брифинг спасибо большое за внимание до следующего раза счастливо спасибо большое до свидания спасибо